всем добрый день напишите пожалуйста в чате меня слышно видно алексей белый запись александр абрамов чем доступна она в принципе у максима в полном объеме есть вебинар получился хорошим он для более продвинутых ребят там разбираем внутренний конфликт саму суть невротического и основы сегодня я приветствую всех на вебинаре посвященном работе с симптоматикой я знаю что есть психологи и клинические и просто практикующие психологи общего профиля а консультанты а мои знакомые люди которые работают с дистанционным курсом насколько я знаю тоже должны присутствовать для уточнения некоторых упражнений потому что дистанционном курсе подробно описываются до упражнения но все те которые работают со мной в группах или очно они знают эти упражнения так или иначе прежде чем мы приступим к основной практической части рассмотрим сегодня паническую атаку агорафобию навязчивые мысли и ритуалы да это конгломерат таких четырех основных симптомов которые в принципе не заставляют обращаться к людям таким людей людей к таким товарищам как я значит а помимо этих четырех основных компонентов есть еще там плюс минус специфика по каждой из рубрики да но я сегодня постараюсь все охватить конечно как дмитрий кришне объять необъятное в такой науке как психотерапия невозможно потому что сколько людей столько и нюансов поэтому будем говорить одновременно общими чертами одновременно и про каждого я постараюсь так сделать слышно видно замечательно значит прежде чем мы приступим к обсуждению наших практических вопросов а сегодня вебинар практический я расскажу вообще суть того чем мы занимаемся сегодня во всяком случае значит а сейчас вот так вот так значит надо понимать что сегодня присутствует на вебинаре новички которые пытаются задать мне много вопросов насколько я знаю многим не получается дождаться ответа потому что я физически не могу на все вопросы ответить это очень виду их количество и поскольку психотерапия тревожно-фобических расстройств достаточно системная штука то мы сегодня по этой системе и пойдем если что у меня макс макс к тебе вопрос у нас 64 человека я знаю что должно быть больше а у остальных проблемы со входом и проблемы с чем-то другим о чем я думаю ну ты знаешь о чем я думаю ты у меня уже научился телепатии у них проблемы со входом или проблемы с тем что я думаю а все окей ну хорошо просто у многих проблема там время они перепутают или они спят или они думают что 22 это завтра там да нет еще 18 человек прикольно а где эти 18 человек наверное так им это надо или какие-то технические форс-мажоры хотя в принципе 18 человек это странно тишина то есть даже не пишет не звонят интересно как нагана говорит мои дела ну ладно окей так продолжим итак сегодня вебинар для новичков или для тех будет значит этот вебинар для новичков да вебинар для новичков и для тех кто работает с симптомом итак давайте возьмем наши блокноты для тех кто их не взял подготовим блокноты подготовим я пока согреюсь кофте посижу подготовим блокноты ручки фломастера будем все немного писать рисовать наверно тоже отчасти чтобы мне рисовать скажите мне пожалуйста будет видно если я буду рисовать это вот в таком формате например вот в таком будет видно схему ну например вот такой рисунок видно нормально видно да то есть стрелочки все видно вполне неплохо ну и замечательно радует нас вот значит будем рисовать некоторые схемы для понимания сути вопроса заниматься с вами будем три часа с небольшим в основном прикладными практическими упражнениями и стратегиями что кому делать и как делать на первых этапах работы симптоматика вот основная наша часть внутренние конфликты причину неврозов мы трогать не будем мы не будем трогать эти глубинные вопросы не потому что их трогать не надо потому что сегодня не до них о глубинных вопросах посмотрите с плоткинам вебинар для тех кто приобрел подарочную новогоднюю акцию соответственно этот вебинар уже получили они наверняка уже смотрят кто-то его отдельно приобрел еще раз напоминаю что до 25 а я так понимаю что люди требуют там продлить связи с каким-то обстоятельствами до 28 наверно максим это сделает спросите у него а вы можете получить все записи я помню вебинаров их по-моему 5 или 6 5 наверное да плюс еще вот этот дистанционный диск дистанционный диск это 4 9 где записано видео с моими лекциями не из ютьюба отдельно с подробным рассказом о симптоматике о работе с ней это первая часть и вторая часть о когнитивно-поведенческой терапии они отзываются александр аврамович на вебинаре вы можете посмотреть бесплатную часть он с ним знаком с этим диском собственно когнитив который вел свое время в институте когда я учился потом я ее дорабатывал у других специалистов в итоге получилось сделать такое металлическое пособие по когнитивной терапии по работе с симптоматикой и поиску основного внутреннего противоречия чтобы вы понимали что это это к максиму лену не знаю я вообще не занимаюсь этим вопросом у меня вот такая голова у меня сотни писем со словами спасите помогите и это очень тяжело поэтому пожалуйста задавайте вопросы максиму ладно потому что я реально но это трэш серьезный трэш у меня уже это самое потому что сотни писем когда где вы а алексей я понимаю но это реально очень тяжело поэтому технические вопросы оплаты доставки это все максим занимается нет хорошо получается вот в общем собственно на этом 9 и в этих вебинарах получилось за год собрать то что я хочу до вас донести то что вам надо знать значит давайте приступать итак терапия тревожнофобических расстройств да ну давайте все хорошо технические вопросы обсудим начнем окей значит по доставкой дистанционного курса занимается максим там 4 9 2 методички с упражнениями с описаниями с очень подробным разжевыванием значит а там же когнитивные таблицы суть когнитивных таблиц заключается в том что у нас есть схема с мэр ситуация мыслимо царя надо понимать все я это расскажу что ваши реакции это и есть ваши симптомы такие или другие чтобы ваши симптомы стали а а а-менее травматичными эдиннапо яйца и терапии подразумевается следующего что все ваши симптомами является следствие наших годы деструктивка вашей деструктивной эмоции являются средства деструктивных мыслей чтобы изменить наш симптом нужно найти деструктивную мысль и заменить ее на более которая И делать это, вот это внимание всем дистанционщикам, я вас очень прошу, делать это системно каждый день, а не просто посмотреть, сказать, ага, я понял, да, и выключить. То есть делать это системно, каждый день упражнение с таблицами ситуация, мысль, эмоция, реакция. Старая мысль, новая мысль, было бы лучше, но я знаю что, да, и каждый день, если вы будете это делать, находить свои старые автоматически деструктивные мысли, которые вас тревожат, беспокоят, понимать, что они не объективные, что у них нет доказательств, что они абсолютно деструктивные, что они абсолютно нереальные, и работать с ними, пускай сначала будет получаться сложно, но работать, я когда в Питер приезжаю, мне показывают вот такие дневники. В институт Арнабека приедете в Нью-Йорк, то же самое, одни сплошные таблицы, я показывал своим студентам методички из Америки, да, одни сплошные таблицы, люди пишут и пишут и пишут. В чем фишка? Фишка в том, что когда вы пишете таблицы, это именно когнитивные, ваш мозг проговаривает и прорабатывает постоянно рациональные мысли, которые вам даются плохо. Только с помощью постоянного повторения этих таблиц, только с помощью постоянной работы над собой мы можем изменить бессознательно даже уже работу коры головного мозга с этими мыслями, и вам даже не придется потом париться на эту тему, у вас мысли будут сами уже потом в ситуации, допустим, раньше вы в ситуации там на кассе боялись и суетились, да, то после проработки нескольких раз одной и той же ситуации, вы потом придете на кассу и вы автоматически не станете суетиться, вы даже удивитесь, а почему? Даже без напряжения, потому что у вас уже эта ситуация была проговорена, проработана. Так работает когнитивная терапия во всем мире, и не я ее придумал, ее придумал Аарон Тёмкинбек, и его дочка Джуди доработала ответвление Альберт Элес, да, с рациональной и мотивной, но суть в том, что вы должны каждый день повторять одни и те же таблицы, вести эти работы с мыслями и работу с деструктивными убеждениями, меняя их на рациональной. И вот здесь заключается очень большой парадокс в эффективности. Эффективность доказана когнитивной поведенческой терапией наукой. Она доказана как с точки зрения бихверальной науки, с точки зрения когнитивной науки. Это единственная психотерапевтическая модальность, которая доказана в своей эффективности. Но, как в анекдоте, есть нюанс. Доказана она лишь тогда, когда испытуемый делал упражнения. Если испытуемый, ну, когда проводились медицинские исследования, не делает ни хрена, а только хочет, в коре головного мозга не происходит никаких изменений от ваших хотелок. Поэтому фильм «Секрет» со словами «Я сейчас захочу, я вылечу» полное «Ж». Доката не работает. От того, что вы хотите, ни хрена не произойдет. Вот хотите, я не знаю, обложите свою комнату всеми возможными хотелками, напишите на бумаге, обклейте туалет, ванную, кухню и коридоры, что я исцелилась, вы не исцелитесь. Надо делать упражнение. Сегодня мы будем об этом говорить очень подробно. Поэтому забудьте историю о том, что надо подождать и все случится. Не случится. И не надо ничего ждать. Надо просто брать конкретику и делать. От того, что вы узнали что-то, или вы считаете, что должно произойти какое-то озарение того, что у меня сейчас Красиков просветит, и я выйду на улицу с сияющей чакрой где-нибудь там, не случится такого. Чакра не засияет. Пока вы не поймете основную структуру. Структура заключается в том, что высшая нервная деятельность изучена, что есть рефлексы, и есть убеждения в коре головного мозга, в мыслительной ее аспекте. И с этим надо работать. Это доказано. Это поправимо. Насколько можно избавиться. Не надо говорить слово избавиться. Можно поменять. И сегодня мы будем говорить об этом подробно. Можно. На 95% можно точно. Во всяком случае мы говорим, если о невротическом уровне. Если мы говорим о уровне личностного расстройства, тоже можно, но дольше. Если мы говорим о пограничном уровне, то, соответственно, там уже больше поддерживающая история будет работать. Но тоже можно добиться определенных результатов. Вот. Такой ликбез, да, быстренько. И последний, наверное, значит, по поводу дистанционного курса и записи всех вебинаров. Вот. Если бы у меня в 2006 году были все вебинары, это дистанционный курс, мне вообще бы не нужно было ничего делать, мне кажется. Вот. Все. Насколько я себя знаю, мне было бы достаточно этого посмотреть. И все. Но, насколько я знаю, Максиму тоже. Максим тоже столкнулся с этой проблемой. Проблема была у него больше в том, что ему никто не мог популярно объяснить, что делать надо. И что это такое? Он больше боялся из-за незнания. У него это в армии, насколько я помню, произошло. Естественно, не в армии, это уж точно никто не объяснит. Вот. Соответственно, и потом по приезду домой он тоже не мог понять, что происходит. У него там кто посылал в церковь 10 лет назад, да? Кто посылал в церковь, кто еще куда-то посылал какие-то книжки почитать надо было какого-то человека там, значит, святого. То есть, в принципе, очень печальная картина, пока он, собственно говоря, не пришел к тому, к чему пришел. Поэтому первая тема – это будет знание. Поэтому последний, сейчас мы к этому, сейчас мы начнем. Просто хочется поговорить с вами, вы так много пишете. Я вижу, что многие пишут, ну, не понимая некоторых вещей. И это нормально, конечно, но я постараюсь на них ответить. И последнее, значит, 29 декабря я делаю трехчасовую конференцию. Она будет абсолютно бесплатна. Она будет в этой самой комнате. Ну, не в этой, а под другим названием. В этой самой комнате. Трехчасовая конференция онлайн. Вы будете задавать свои вопросы. На ней будет много народу. Я так думаю, что примерно столько же, может побольше, поскольку она будет бесплатной. То есть, все те, кто хочет задать уточняющие вопросы, их задаст на любые темы, на любые вопросы, я буду отвечать. Сегодня мы тоже так сделаем, но в конце, да, такой формат живого общения, вопрос-ответ. Все ребята знают, что в каждом вебинаре в конце вопросы-ответы у нас есть обычно минут там 45. Вот 29-го это будет такой новогодний подарок. Это будет бесплатная трехчасовая онлайн-конференция. Любые вопросы, приходите, буду отвечать. Ссылка будет доступна на сайте, на главной странице, в социальных сетях за день до, где-то за несколько часов до начала. Так что 29-го в 12 можете сказать друзьям на ваших любимых форумах, там я не знаю, да, как вы там, любите же посоветоваться. У кого откуда капает, и что-то как-то боится. Ну вот, пусть приходят, слушают абсолютно бесплатно. В принципе, за три часа то количество вопросов, которые будут, позволит вам охватить огромное количество знаний и так далее. А сегодня, поскольку вы заплатили за это, приступим к практическим упражнениям. Готовы, да, блокноты ручки? Поехали. Значит, когнитивно-тревожное... Тревожно-фобические расстройства. Мы будем говорить о паническом расстройстве, о изолированных фобиях, такие как агорофобия. Мы будем говорить о всевозможных навязчивостях и о ритуалах в том числе. Значит, прежде чем мы приступим к панической атаке и к пониманию сути проблемы, мы должны понять стратегию, как мыслят психотерапевт. Я вам сразу скажу, что в моих группах там 8 человек обычно, да, занимается 7 групп. Следующие группы начнутся набираться где-то с конца января, с февраля. Они занимаются 6 месяцев. Поясню логику группы. Лично я считаю на своем опыте, что очень больших терапевтических изменений можно добиться в дистанционном таком формате, но группы, имейте в виду, что вот это вебинар, я вас не вижу, вы меня видите. В групповой работе мы видим друг друга, там другая программа, мы видим друг друга, мы общаемся друг с другом абсолютно в онлайне. То есть 8 человек видят друг друга, и я их вижу. Ну и микрофоны онлайн включены у всех. Значит, суть этого заключается в том, что я подхожу к своим группам как к студентам. Как к студентам, у которых есть личностные проблемы, но по моему глубокому убеждению, очень хорошо понять суть невроза можно лишь через обучение. Через то обучение, через которое, наверное, проходят психотерапевты, и через которое проходят психологи. Вот я на своей шкуре могу вам сказать, что вот в то время, сколько я учился в Московском институте психоанализа, там несколько программ я прошел, да, со всеми там аттестациями, государственными экзаменами, экзаменами, вот все это дает вам достаточно большое количество знаний, чтобы как минимум перестать бояться и понять, что с вами происходит. Именно поэтому огромное количество невротиков приходит учиться в институте. Вы что думаете, они приходят учиться, чтобы работать, они приходят учиться, чтобы поправиться, да, мотивируя это тем, что им интересно. Вот, поэтому я к своим студентам, я их так называю, в группах подхожу именно так. Именно этим обусловлено первый этап терапии тревожно-фобических расстройств, куда бы вы ни обратились. В мире принято в когнитивно-поведенческой терапии, по всяком случае. Вот Андрей Владимирович Курпатов я знаю, так работают его специалисты в центре. Я знаю, что так работают другие специалисты в научно-исследовательских институтах Петербурга. Суть заключается в этом. Пишем, стратегия работы с тревожно-фобическим расстройством. Ничего, что я к вам как студентам не так удобно. Первое, какая наша задача? Значит, первая наша задача собрать, во-первых, жалобы пациента. То есть, первое, собираем жалобы. Жалобы собрали, что болит, т т т т т т т. Второй момент очень важный – это клиническое обследование. То есть, клиент или вы должны быть с пройденным клиническим обследованием. Какое клиническое обследование должно быть на руках? На руках должны быть в основном те специалисты, на которые жалуются клиент. То есть, если это, соответственно, сейчас, сори, если это, соответственно, кардиология, то это все заключения кардиологов. У нас есть три основных исследования, которые нам могут дать очень важный информативный ответ. Это электрокардиограмма ЭКГ, это УЗИ, и это мониторинг либо в нагрузке, либо по холтеру. Нагрузки – это называется вилгометрия, либо исследование по холтеру. В принципе, этих четырех исследований вот так достаточно, чтобы отсечь действительно наличие органической функциональной сильной патологии. Если вы прошли все эти исследования или прошли ЭКГ, холтер, УЗИ, и у вас и врач говорит, что есть некоторые функциональные тахикардии, функциональная там тахиаритмия, но в целом там блокады левой ножки пучка гиса, увеличение левого желудочка, смещение оси сердца, но в целом жить будете все хорошо, без проблем, а как правило так и бывает, значит мы понимаем, что проблем нет. Проблемы будут тогда, когда есть серьезные аритмии, нуждающиеся в терапии, и вам это врач скажет, там мерцательные, мерцающие, мерцательные аритмии, там всевозможные варианты аритмии, которые действительно нуждаются в терапии, хоть и экстрасистолы являются видом аритмии, но она не нуждается в терапии в большинстве случаев. Либо это органическое поражение миокарда, коронара или… сейчас я выключу, то я что-то забыл… миокарда, коронара или сосудов, да? Соответственно, должна быть отсутствовать, должна отсутствовать ишемическая болезнь сердца, должно отсутствовать серьезное поражение миокарда, должно отсутствовать органическое серьезное поражение сердца, вот должна отсутствовать закупорка и там сильное нарушение кровотока, да, то есть об этом вам скажет врач всегда, обследование нужно всегда, Алексей, конечно, я же не экстрасенс, я же не, ну, я не могу же смотреть на вас как рентген, да, что у вас точно сердцем все хорошо, моя задача направить вас к грамотным кардиологам, а лучше к двум, да, чтобы сказали, что все хо-ро-шо, кардиологи знают, когда все хорошо и когда все плохо, когда плохо, они скажут, когда хорошо, они скажут, ну, что-то есть, но это все функциональное, не страшно, нету человека, у которого сердце абсолютно идеальное, то есть, как правило, где-то увеличенный желудочек у мужиков, да, левый, где-то пролапс метрального клапана на несколько там миллиметров, что является особенностью, то есть должны отсутствовать пороки, должны отсутствовать там отсутствие стенки, должно отсутствовать там закупорки, должны отсутствовать ишемические болезни, там, сильное голодание миокарды кислородом, там, ну и так далее, да, то есть, такое серьезное, такая серьезная личка действительно нуждается в терапии. Если все это отсутствует, то мы, соответственно, радуемся. Значит, дальше какие обследования? Можно исследоваться пульмонолога, да, на предметы отсутствия бронхиальной астмы. Можно исследоваться у того же пульмонолога на предметы отсутствия онкологического заболевания дыхательной системы, мы имеем в виду флюорографию. Можно исследоваться, естественно, у невролога. Запомните, что неврологи не занимаются неврозами и никогда им не занимались по своей структуре. Неврологи занимаются совершенно другим вопросом. Значит, невролог вам сможет ответить на вопрос функциональности сосудов головного мозга и вообще высшей нервной деятельности по ее рефлексам, по ее работе с нервами, с самой проводимостью нервов. То есть, тут у нас вопросы невралгии выступают, тут у нас выступают вопросы ишемии сосудов головного мозга, тут у нас выступают вопросы инсультов, тут у нас выступают вопросы шейного остеохондроза, а тут у нас выступают вопросы проводимости кровотоков в верцебральных артериях, в позвоночной артерии. То есть, все эти вопросы снимаются у невролога. Какие обследования проводит невролог? Невролог проводит томографию головного мозга или шейного грудного отдела позвоночника с целью посмотреть, как движется кровоток. По кровотолку, да, вопрос, значит. Как правило, у каждого человека так или иначе нарушен кровоток в верцебральных артериях. Но неврологи знают, что это так. И нужно задать обычный вопрос. Насколько нарушение этого кровотока может вызывать мою симптоматику? Как правило, они говорят, что да, нарушение в такой-то там артерии, допустим, на столько-то процентов, но в целом это нарушение не может вызывать у вас тех или иных симптомов, к которыми вы обращаетесь. То есть, наша задача – посмотреть действительную работу сосудов головного мозга, отсутствие бывших микроинсультов, отсутствие сильного коронарного нарушения и функциональности вообще проводимости кровотока и вообще сосудов, да. Потому что насколько сосуды питает головной мозг, настолько и может быть выражена ваша остыния и так называемая, как вы еще называете, дереализация. Но не истинная. Потому что когда головной мозг не получает должного количества кислорода ввиду плохой функциональности проводимости крови, голодание кислородом головного мозга как раз обуславливает вот эту порой очень частую дереализацию или остынизацию. Вот у Максима тоже была такая проблема, можете у него спросить. У него, он когда бросился заниматься, у него мышцы, трапециевидные мышцы шеи очень расслабились, и позвонок съехал и пережал там достаточно прилично артерии, и у него, он был живой, естественно, он даже работал, но голодание мозга кислородом очень пагубно сказывалось на концентрации внимания, на утомляемости, на головокружении. И действительно, когда встал позвонок на место, ему поставили, собственно говоря, его, он сразу почувствовался гораздо легче. То есть это было как раз обусловлено именно механическим воздействием компрессии на артерии. Поэтому прежде чем диагностируйте себе дереал, проверьте спину, товарищи, с артериями. Может быть, вам не нужен, ну да, и умнее. Ну, кислород пошел в голову, конечно, умнее. Поэтому прежде чем диагностируйте себе какую-то невротическую проблему, обратитесь к врачам, к нормальным, да, со словами, посмотрите спину, посмотрите, насколько у вас мозг получает кислород вообще. Может, у вас там такой остеохондроз с такими там смещениями, что у вас там вообще кислород до мозга не доходит. А вы бьетесь по этим самым, по психотерапевтам. Конечно, вам ничего не будет помогать, если у вас просто тупо не доходит кислород до головы. Поэтому прежде чем диагностировать из себя чего-то, надо обследование пройти. Итак, неврологи, понятно, да. Дальше по жалобам идем, значит, этот самый, как его называть, гастроэнтеролог, да. Это все обследования, связанные с жалобами на желудок и кишечник. Соответственно, там идут скопийные обследования, это гастроэнтеролог, колоноскопия, можно в современных медицинских центрах глотать капсулу с видеонаблюдением. Но в основном используются зондированные техники. Это так или иначе проникновение зонда либо через ротовую полость, да, в желудок, либо через прямую кишку, соответственно, да. Эти исследования достаточно информативны. Они психологически не очень комфортны, поскольку все-таки это зондированные исследования. Но они очень информативны. То есть, в медицине очень просто. Зачем гадать, надо посмотреть, да. Вот, собственно говоря, залезут, посмотрят. Никто от этого не умер, да. Насколько я знаю, колоноскопия делается с примедикацией сейчас, по-моему. Вполне неплохой такой, да. Гастроэнтеролог, ну, поблюете, потошните. Ну, кого не тошнило, кого, кто там, ну, бывает, ну, что так. Ну, пять минут слюней и слез, и все, зато вопросы снято. Что нам покажет гастроскопия, колоноскопия? Прежде всего, нам покажет отсутствие онкопроцесса, да, который тоже нужно исключать. Второе, нам покажет наличие изъязвлений и поражений, да. Это язвы, рубцы, образующие язвы, и это всевозможные воспалительные процессы. Как в желудке, так и в кишечнике, в разных ее отделах. Соответственно, желудок и кишечник очень тонко реагируют на нашу психику, поэтому вы все слышали, что болезни желудка и кишечника от нервов, действительно, во многом это так, потому что кислотная среда желудка и иннервация кишечника очень тесно связаны с вегетативной нервной системой. Соответственно, стоит человеку испытывать хронический, бессознательный внутренний стресс, а порой даже осознанный, это будет сказываться на моторике его желудка и на функциональности кишечника. Соответственно, все дисфункции кишечника часто связаны именно с психикой. Вы наверняка об этом уже знаете. Давайте без вопросов, пожалуйста, ладно? Вот. Значит, а то я сейчас мысли буду терять. Не надо. Значит, да? С кишечником. Это функциональные вещи. Вот. Надо исключить проблему кишечника, проблему желудка. Значит, с помощью высокоточных исследований. Дальше мы можем обратиться к... Как его звать-то? Эндокринологу. Значит, в чем вопрос эндокринологии заключается? Нам нужно смотреть щитовидку. Надо смотреть на гормоны щитовидной железы. Надо смотреть на адреналин, норадреналин. И надо смотреть на женские гормоны. В чем логика? Логика простая. Если вы девочка, то... Вот об этом часто спрашивают. То очень часто женские гормоны, вот как девушки знают, да, они очень тонко и функционально связаны с вегетативной нервной системой. В период начала овуляции или в определенный цикл, в определенный день месяца у женщин меняется настроение и после определенного возраста все равно происходят некоторые гормональные изменения, где идут вегетативные реакции. Вот эти приливы жара, ночное потение, да, там, настроение – это как раз и есть работа гормонов в той или иной степени. Поэтому очень часто вегетативные проявления у девушек связаны именно с гормональным нарушением. Как в естественной среде, так и в нарушениях. Поэтому девушкам, конечно, обязательно нужно пройти обследование на предмет правильного сочетания гормонов, прежде всего, да. И если оно искажено, то назначается определенная терапия, которая помогает выровнять гормоны щитовидной железы или выровнять гормоны именно половой сферы. Значит, туда же касается адреналин, да, гормон надпочечников, который действительно тоже может быть функционально повышен ввиду особенностей работы надпочечников. Соответственно, все это корректируется медицински, прежде всего, а не психотерапией. Психотерапия не корректирует функциональность желез. Или там, допустим, климакс, да, грубо говоря. Мы не можем его корректировать словами и осознанием. Это принимаются определенные препараты, которые меняют гормональный фон, а его выравнивают. Что еще? Значит, бывают сочетанные моменты, когда действительно есть нарушения и в гормонах, и еще и невроз ко всему, да, и психосоматические расстройства уже кишечника, то есть всегда нужно понимать, что могут быть сочетанные варианты, и терапия такая же сочетанная. Допустим, гастроэнтеролог занимается вашим кишечником, подбирая вам щадящую диету, седативные препараты для кишечника. Там, эндокринолог занимается вашим гормональным фоном, а я занимаюсь вашим психологическим вопросом, собственно говоря, который, возможно, все это иначе. То есть каждый специалист должен заниматься своим делом. Не надо все валить на психологов или на врачей. Четкое распределение обязанностей. Вот в Соединенных Штатах, в Европе, в хороших клиниках так и есть. Это называется бригадный подход. Когда у нас пациент рассматривается бригадой врачей, которой каждый берет свой кусочек. Я занимаюсь этим, или я занимаюсь этим, а я занимаюсь этим. И никто не лезет сюда, в работу чужого человека. Даже в психотерапии бригадный метод используется. Как? Очень просто. Если мы понимаем, что невроз достаточно специфический, врач-психиатр или врач-психотерапевт будет заниматься, ну, скорее всего, психиатр, будет заниматься подбором и ведением фармакотерапии. Затем он передаст человеку мне, психологу-консультанту или психологу-психотерапевту, для продолжения психотерапии. Потому что фармакология не занимается терапией. Она занимается снятием симптоматики. Или, допустим, клинический психолог делает свои тестирования, потом передает пациентам мне. То есть бригадный подход к психотерапии тоже используется. Клинический психолог занимается своим вопросом, психиатр занимается своим вопросом, я занимаюсь своим вопросом. Поэтому умейте делегировать ваше здоровье специалистам по разному профилю. Пожалуйста, не ищите помощи у одного человека в беду гуру, который все знает. Всегда, но это не значит, что вы должны иметь трех психотерапевтов, которые будут вами заниматься. Вот это ошибка. Старайтесь работать с одним психотерапевтом хотя бы в какой-то период времени. Потому что если вы будете заниматься с одним психотерапевтом, консультироваться параллельно у одного, у второго, это может вызвать много противоречий в голове. Потому что психотерапевты тоже люди, и у каждого свой подход, у каждого своя стратегия, у каждого свои опыты, у каждого свой подход. Мы же не стоматологи, есть технология лечения кариеса. И в любом стране мира она едина. Да, анестезия таким-то образом делается и во всем мире. Разница только в инструментарии, а технология вся одинаковая. Иссечение, зона, санация, пломбирование и вытачивание. Все, по большому счету. В психотерапии нет такого. В психотерапии очень много методов, очень много личного навыка, очень много связано с личностью психотерапевта, как он этот метод преподносит. Ребят, я вам больше скажу. Даже в когнитивно-поведенческой терапии, которая, казалось бы, очень регламентирована, все равно каждый сидящий психотерапевт будет работать по-своему. Вы это прекрасно знаете. Поэтому, если вы занимаетесь с психотерапевтом, старайтесь, чтобы это был один человек. И параллельные консультации старайтесь избегать. Тут вопрос доверия. Если вы советуетесь параллельно еще у кого-то, вопрос о доверии сразу всплывает, и, скорее всего, тут будут проблемы. Если у меня был такой случай, девушка занималась, но параллельно все время спрашивала, а правильно ли мы делаем. И я, когда потом об этом узнал, потому что я чувствую, что как-то не туда все как-то. И действительно, это была одна из проблем, с которой мы потом столкнулись и обсуждали это. Потому что вам не даст это результата. А правильно ли мы идем, вам никто не ответит. Потому что этот психотерапевт считает, что там нужно использовать гипноз. Или нужно использовать там это. А ваш психотерапевт считает, что ваша проблема в тонкой связи с матерью, которую надо там обрывать. Или ваша проблема в глубинной обиде на мужа, она же на папу. Не надо об этом говорить, надо с этим работать. А другой психотерапевт считает, что вообще это бред полный. И если вы попадете в такую диаметральную проблему, то вы вообще никуда не приедете, только запутаетесь. Поэтому старайтесь, выбрали человечка, и старайтесь доверять и работать с ним. Итак, по обследованиям понятно. Примерно невролог, кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, ну и все. Значит, да, по поводу давления тоже это кардиологи все исследование делают. Значит, давайте идем дальше. Обследование мы прошли. И теперь первый этап самой психотерапии. На первом этапе тревожно-фобических расстройств мы должны понимать, что вы сейчас это увидите, очень популярно. Что во многом, во многом, проблема панической атаки, агорофобии, давайте к этому переходить, да, и вообще к проблему страха и тревоги, включая такую фобию, такая аэрофобия, допустим, во многом подпитывает незнание. Во многом подпитывает именно незнание того, что происходит с человеком. Поэтому во всем мире стандартизировано принято начинать терапию тревожно-фобических расстройств с образования клиента о том, что с ним происходит. Это очень важно. Потому что, но, чтобы было образование, сам психотерапевт должен понимать, о чем он говорит. Он должен понимать, о чем он говорит с точки зрения науки, с точки зрения медицины, с точки зрения психологических концепций, ну и самому как личности, да. То есть, вот в моем институте, допустим, вот почему мне сейчас предложили, да, там, помочь в образовательном процессе, так сказать. Потому что большое количество специалистов не знают, что такое агорофобия, паническое расстройство и так далее и тому подобное, потому что они знают это только в теории. И многие специалисты выходят из институтов, они не знают варианты вообще, с чем к ним могут прийти в вегетативном плане. Если к психологу, который закончил даже псифак, может прийти клиент с словами, у меня тахикардия, я боюсь умереть, он говорит, это не мой профиль, это кардиология, наверное, я, в чем здесь, да. Он даже не знает, что за этим может стоять определенная проблема, связанная с вегетативной регуляцией. То есть, но зато он хорошо знает, наверное, акцентуации характера и прочие тестирования, там, MMPI хорошо анализирует, там, проективные тесты у него хорошо получаются. Но прикладная работа с клиентом отсутствует. В теории очень хорошо все раскладывается, анализы, там, все так далее, да. Концепции, рождение этих концепций. Но в практической своей сфере образование очень маленькое дает представление о практике. Именно это я и хочу изменить. Так вот, первый этап это образование. Придете в Америку, придете в Европу, когнитивно-поведенческому терапевту с панической атакой, или с агорофобией, или с ОКР, с ритуалами, первое время вас будут образовывать. Итак, давайте заниматься сегодня с вами первой частью психотерапевтического процесса. Образованием и упражнениями. Это вторая часть. Значит, первая часть – это образование. Вторая часть психотерапевтического процесса – это подбор конкретных техник. И выбор терапевтической стратегии или метода. Поскольку метод у нас с вами выбран, когнитивно-поведенческий, когнитивно-аналитический, но в данном случае это когнитивно-поведенческий, аналитический будет позже. Прежде чем мы будем вас образовывать, точнее, прежде чем переходить к упражнению, мы будем вас образовывать. Итак, образование – раз. Подбор упражнений и терапевтической стратегии – два. И вот после этого мы приступим с вами только к изучению самого невроза. Почему я так говорю? Вот сейчас внимание, пожалуйста, послушайте. Сам невроз, вот это очень важно для вас будет, для многих, мои клиенты это знают, ребята из группы это знают, невроз сам по себе не является вашим симптомом. Для вас это сейчас будет открытием. То есть, паническая атака, агорофобия, страх, тревога, беспокойство, тахикардия, комкорли, нехватка воздуха, страх умереть, задохнуть, упасть, обделаться и т.д. не является самим неврозом. Вот это очень важно понять. Что всё, что мы называем симптомом, является следствием невроза. Понимаете логику? То есть, допустим, дисфункция кишечника является следствием невротической проблемы, а не изначально невротической проблемы. Сначала происходит невротическая проблема в человеке, а затем происходит следствие этой невротической проблемы в виде функциональных нарушений. С точки зрения медицины, если вы откроете медицинский справочник, вы увидите, что невроз – это функциональное нервно-психическое обратимое расстройство. Так или иначе, это будут, ну, те слова будут, да? Что значит медицинская формулировка? Медицина оперирует органами, понимаете, да? Поэтому невроз, с точки зрения медицины, это функциональное обратимое расстройство. Что такое функциональное? Это нарушение функции, но не работы. Функции. Где-то усиление, где-то торможение. Классический пример – кишечник. Невроз кишечника – это либо в диарею, либо в запор, либо туда-сюда. Плохое сварение, бурление, газообразование и так далее. Вот это классическое понимание невроза с точки зрения медицины. Но медицина всегда мыслит следствием, а не всегда причиной. Вот тут, кстати, тибетская медицина во многом креативней популярной медицины. Популярная современная медицина, хоть я знаю, что многие врачи уже об этом часто говорят, они лечат следствие. Проще говоря, лечат симптом. Симптом – это следствие. Все это поняли? Например, насморк – это грипп? Насморк – это следствие гриппа. Понимаете? Кашель – это проблема? Это следствие проблемы. Все это понимают, вот эту логику? Что сначала вирус, а потом следствие, симптом. Температура – это проблема? Температура – это следствие проблемы. Я надеюсь, это понятно. Соответственно, в неврозологии, в психотерапии, также мы рассматриваем паническую атаку, ком в горле, диарею, тахикардии, экстрасистолы и прочие там страхи, тревоги, фобии, как следствие, а не как первую причину. Вот тут как раз многие ошибаются. Вы пытаетесь найти некое исцеление от следствия. Это примерно то же самое, что стоять у включенной машины и пытаться разгонять выхлопной газ. Со словами, что-то он не рассеивается. Я как-то его разгоняю, мне дали эффективную технику, мне дали охрененную технику по избавлению и исцелению за 30 дней. Я вот так вот научилась за 30 дней махать. Дым рассеивается, но как-то идет, знаете. Рассеялся, но он как-то идет. Ну, поймите, что сама паническая атака, ее вообще очень легко устранить, вы сегодня этому научитесь. То есть, эффективно вам научиться махать и разгонять выхлопной газ можно так, можно так, а можно вот так. Но логики в этом не будет никакой. Конечно, вы научитесь разгонять выхлопной газ, чтобы он был не таким ярким, чтобы он был не таким отравляющим. Это правда. И здесь нужно отдать должное многим терапевтическим техникам, что действительно это так. Александр Аврамович как раз об этом, кстати, много говорил на вебинаре, да, посмотрите. Что на первом этапе, после образования, действительно, вот сегодня мы будем заниматься упражнениями. Те упражнения, которые я вам дам, действительно научат вас справляться с ярким проявлением некоторых симптомов. Такие, как паническая атака и работа с агорафобией, с навязчивыми мыслями, ритуалами. Действительно, вам станет легче, это правда. Вам станет попроще. Но сегодняшняя цель прежде всего это. Давайте тогда остановимся. Но вы должны понимать, что помимо этого, должны понять главную концепцию. Если вы ее не поймете, плохо будет, если вы ее не поймете, что есть сам невроз. Сам невроз. Я сейчас объясню, что такое невроз. Это просто очень многие молодые специалисты не понимают, ну, ввиду их возраста, не то, что они плохие, потому что, ну, ввиду определенных обстоятельств. Есть сам невроз. Есть следствие невроза. Следствие невроза – это симптоматика. Она бывает разной. Сам невроз и симптом. Симптоматика у нас бывает телесная, эмоциональная сфера и поведенческая. Сейчас мы по этому как раз и будем говорить. Телесное проявление симптоматики – это то, что в советской медицине принято было называть ВСД часто. Или функциональным неврозом. Это все, что связано с неврозом дыхания, неврозом сердца, неврозом кишечника, профессиональные неврозы, конверсионные. В общем, это все, что связано с телесным проявлением. Дистенезии, парастезии, пронзания. Вся половина неврологии сюда входит, да? Как раз сюда входит вся Александровская психосоматика. В общем, это все, что соматизируется в тело. Понятно? Сначала невроз и его следствие, допустим, телесного уровня. Понятно всем, что такое телесное проявление невроза? Это телесные симптомы, да? То, что говорят в ВСД. Почему ВСД? Потому что вегетативная система естественным образом затрагивается в телесном нарушении функциональности. То есть, когда происходит у человека невроз, а сегодня мы будем говорить, что это? В теле тело неотъемлемая часть психики. Нету прослойки, понимаете? Вот есть душа, а есть тело. Психика и тело, они очень связаны. Поэтому, когда в психике происходит невроз, тело естественным образом реагирует на это. Но оно не умирает. Оно реагирует. Поэтому ваша тахикардия, ваши экстрасистолы, ваши нарушения функций глотания, тошнота, диарея, чувство головокружения – это не болезнь. Поэтому ее и диагностировать у вас никто не может. Потому что нечего диагностировать. Это лишь функциональное телесное проявление того самого невроза. Как тут это дифференцируется? Очень просто. Приходите ко врачам и говорят, нет у тебя ничего. Ну, мне хреново, как это нет? Ну, нет ничего. Вот тогда мы говорим о том, что это невротическая реакция. То есть, когда происходит невроз, тело реагирует определенным образом. Проблема в том, что так, как реагирует тело, примерно так же проявляются действительно клинические болезни. Именно поэтому во многом врачи ставятся в тупик. Ну, такие, знаете, недалекие врачи, которые не знают, что это такое. Потому что врач квалифицированный понимает, что есть соматическое заболевание и есть психологическая проблема. И вот здесь как раз и различается соображалка врача. Если врач понимает, что клинические жалобы есть, но нет органических изменений и действительно там патогенные проблемы, он говорит, это невротическое. Если... Меня слышно? У меня тут что-то выключилось просто. Слышно меня, ребят? Если врач говорит, ой, а что это странно у вас, у вас вот как-то, вот знаете, все как бы хорошо, но вам же плохо, я не знаю, что с вами. Ну, вот тогда врач недалекий. Поэтому любой врач, обратитесь к определению такого дяденьки, как... Как его звать-то? Ой, дай бог памяти. Вильям Колен. Он первым дал определение невроза. Что это широкий круг страданий пациента, при обследовании которого не находится серьезной органической патологии. Но жалобы как бы есть. Вот это и есть невротическая проблема в дифференциальной медицинской диагностике, да? Когда жалобы есть, но при обследовании нихрена нет. Вот это и есть невроз, да? Когда у нас есть проблема в психике, которая называется неврозом, неврозис, да? И ее телесное проявление. И не надо тут залезать 15 раз в анальные отверстия для того, чтобы это понять. Или еще в другие отверстия. И так все понятно. Дифференциальную диагностику провели, серьезной проблемы нет. Человеку хреново, скорее всего, психосоматоз. То есть, скорее всего, связанная с проблемой психики. Но в нашей стране это вот пока что находится в очень зачаточном каком-то варианте. В большинстве случаев вопросительный взгляд врача, изучающий, что это с вами, хотя проблема достаточно типичная. И нет здесь ничего особенного. Анализы высокоточные есть, все есть, все отрицательно, значит, невротические, скорее всего, да? Ну, не в 100%, но, скорее всего. Второе проявление неврозов, проявление неврозов. Это эмоционально поведение, это эмоциональная выливая сфера, так называемая. Вот эмоциональная выливая сфера мы имеем в виду, какие симптомы или проявления. Это депрессии. И это страшилки, страхи и тревоги, то есть, фобии и тревоги. Вот это будет эмоциональная сфера проявлений я невроза, но не сам невроз. Проявление его. Понятно про курицу и яйцо, да? Что сначала невроз в психике, сейчас я об этом буду говорить. А затем его проявление, либо телесное, либо эмоциональное. Депрессия – это следствие определенных процессов психики. Формирование фобий – это следствие определенных процессов. Формирование тревоги – это тоже следствие определенных процессов. Это очень важно понять. Поэтому, если вы будете долбить в следствие, то долбите правильно. Долбите в следствие так, ну, конечно, и то, и другое, они же три сочетаются, безусловно. Долбите так, чтобы это было хотя бы эффективно долбить. Но поймите, что размахивая красивым веером вокруг включенной машины, вы разгоняете дым, но не убираете сам включенный мотор. То есть, если по этой схеме невроз – это включенный мотор, симптом – это выхлопной дым. Научиться красиво и пафосно разгонять дым можно. Но после этого пафосного научения разгоняния дыма нужно сесть в машину и выключить мотор. Понятная логика? Всем? Окей. И третья часть – это поведенческая структура. Сейчас я вам примеры классические приведу. Поведенческая структура невроза. Как появляются симптомы в поведенческой сфере? Это, безусловно, поведение человека. Это поведение его в жизни, на работе, в семье. Ритуалы туда же будут относиться, безусловно. То есть, это то, как он живет. Вот, допустим, пример самый простой. Человек всегда ходит быстро. Он не может ходить медленно. Вы знаете таких людей? Они не могут ходить медленно по торговому центру, они не могут ходить медленно по улицам, по магазинам. Поднимите руку, кто так вот быстро ходит все время. Может быть, вы просто не замечали этого. Но вы как все время быстро ходите? Никто не замечал? Вот они, нарисовались. Вот это есть одно из проявлений невротического момента. А чуть ли я все время быстро хожу? Или, допустим, излишняя проверка какого-то там момента. А точно ли я закрыла дверь? А точно ли я взяла с собой? А не забыла ли? То есть, излишняя история. В поведенческой сфере это и есть проявление невроза в этой сфере. Ну, есть яркие проявления невроза. Допустим, у меня есть человек, который перешагивает через пороги постоянно. Тридцать раз проверяет машину. То есть, там моет руки часто. Это такие ярко выраженные проявления уже. А бывает в быту, который даже многие не видят. Ну, а что-то я как-то постоянно быстро хожу. А что-то я постоянно там как-то вот спать с телефоном даже под подушкой. Это тоже туда же, понимаете? А что-то я не могу выключить телефон. Вот, скажите, что-то вы не можете выключить телефон. А вдруг кто важный позвонит, да? Вот там вдруг. То есть, вот это все, это все вот туда. Давайте разбираться. Окей? Итак, базисные вещи. Понятно всем? Ребят, что есть невроз. Вот это очень многим не хватало. Я надеюсь, что вот 70 человек сейчас это поймут. Что есть невроз в психике, о котором я сейчас буду говорить. И есть симптомы. Чего вот это занятие сегодня будет посвящено вот этой штуке, да? То есть, мы сегодня не будем говорить о самой структуре. Ну, очень, так, чуть-чуть. Потому что объятное невозможно. Мы сегодня будем говорить о телесном, о эмоциональном и о поведенческом проявлении. То есть, я вас буду учить пафосно размахивать симптомы. Вот так скажем, да? Некоторые, в кавычках, специалисты называют это избавлением, исцелением. Наверное, считая это правильным. Кто-то называет это чудом, помощи. Но чудес не бывает. Все давно доказано, изучено и все достаточно типично. Итак, вот то, что я вам сейчас рассказывал, это, по большому счету, первая часть под названием образование. Давайте приступать дальше к образованию. Итак, паническая атака. Как один из проявлений невроза. Давайте перед панической атакой все-таки телесная, да, о том, что я вам рассказывал. Какие у нас есть телесные проявления неврозов? Сверху донизу. Как мы работаем с телесным проявлением вот этих всех неврозов? Мы обследуемся, и мы должны понять самое главное. Что вот то, о чем я уже говорил, что все, что связано с телесной реакцией, не должно вас пугать. Вот это самое главное. Попробуйте сейчас меня понять. Что вы должны научиться понимать, что то, что у вас происходит вегетативно, никогда никого не убило. Если бы ваша телесная реакция на невроз, вегетативная, так сказать, да, была опасна, всех бы невротиков мира бы госпитализировали принудительно, чтобы сохранить популяцию. Невроз – это самое распространенное нервно-психическое расстройство в мире. Оно никого не... То, что мучает, это понятно. Оно никогда... Ну, вы же боитесь умереть. Вы же не понимаете, Владимир, у меня ни один еще клиент не сказал, я мучаюсь, хожу. Он говорит так, но все боятся умереть. Упасть, помереть. Вот на первом этапе вы должны понять, что как бы вам не было... А-а-а... Подождите, подождите. Начинается. Вылечились. Значит, как бы вам не было страшно за ваше здоровье, вы должны руководствоваться главным тезисом по первой категории, по телесному. Что как бы у вас не было там вегетативно неприятно, это вас не убьет. Что бы вы ни делали, это вас не убьет. Как бы вам не было страшно, это вас не убивает. Второй тезис. Какая бы вам не лезла страшилка в голову по поводу того, что с вами произойдет, этого никогда не происходило. Страшилка упасть в обморок. Страшилка умереть. Страшилка описаться. Страшилка, там, потерять над собой контроль, заорать, взбеситься. Это всегда у миллионов людей оставалось лишь страшилкой. Это никогда не происходило. Бояться, они этого боялись. Думать, они об этом думали. Но по факту этого не происходит. Кто живет в больших городах, зайдите в метро. Каждый пятый человек по статистике имеет ту или иную невротическую проблему. Постойте полчаса в метро на каком-то хорошем переходе. Или на площади в метро, на станции. Вы за эти полчаса увидите сотни людей. И я вам точно говорю, что у каких-то людей будут так или иначе проблемы, схожие с вами. Вы никогда их не идентифицируете в толпе. Более того, если я даже вам туда кинул человек 20 с панической атакой, вы этого не увидите. Вы никогда не увидите человека с панической атакой. Вы его не найдете просто. Не бежит бегущая строка у человека, что у него паника, что ему страшно, что он думает об этом или он думает об этом. Это не видно. Это вам кажется, что это видно, что это читается у вас по глазам. Они у вас здоровые, и вы там, значит, несетесь, как лоск по кукурузе, понесетесь через вагон с словами «Помогите мне кишечник». Нет. Нет такого. Посмотрите, походите, вот увидите, что такого нет. Вы себя никак не выдадите, не спалитесь, а многие этого боятся. Итак, по поводу телесного момента. Первое. Вы должны научиться понимать через образование пока что, да, работаем, что то, что вы боитесь, никогда не произойдет с вашим телом. Потому что от неврозов не умирают, от их функциональности не умирают. Да, кто-то писал, это действительно накладывает большие ограничения. И в этом, собственно говоря, и есть основная проблема невроза – ограничения. Поэтому, когда мы учимся на психотерапевта, в миссии психотерапевта, вот черным по белому прописано, неврозы не смертельные, но наша задача – наладить качество жизни. Максимально возможно наладить качество жизни. Потому что, когда человек думает, что пульс 100 – это смертельно, это разве правильное знание? А пульс 130 – это вообще пипец. Это разве правильное знание? Так его это неправильное знание не дает ему заниматься спортом. Это неправильное знание не дает ему выходить из дома. Вы вдумайтесь только, какой идиотизм. А пульс 100 – это опасно? В норме пульс 220 минус возраст рабочий. Но вы же этого не знаете. Но вот эта страшилка, которая у вас генерируется в голове по определенному принципу невротическому, это как раз и есть. Я сказал, подождите с вопросами. Вот эта страшилка и есть главная проблема. Вы не знаете физиологии? Вас не учили физиологии и патоанатомии. Вам кажется, что пульс 100 – это смерть, 120 – это кошмар, а 140 – это вообще, в принципе, не живут люди. Ваш покорный слуга с паническими атаками, с кардиофобией, с увеличенным левым желудочком, с пролапсом метрального клапана работает 4 раза в неделю на пульсе 180 в течение 2 часов. Я лично. И что? Вы просто не знаете физиологии. Именно это незнание и у вас, и приводит вас в панику часто. Вы не знаете, что нарушение функции, допустим, полного вдоха, не может вас убить. Это всего лишь на все вегетативное напряжение, потому что в момент стресса полностью вдох невозможен. В момент стресса, когда у вас бессознательно, вы напрягаетесь, да, у вас что-то имеет изнутри. Вот эта невротическая проблема актуализировалась, допустим, и действительно вегетативно-нервная система пребывает в состоянии стресса. Сейчас мы об этом будем говорить подробно. Конечно, полный вдох, он такой специфический, затрудненный, потому что организм дышит как бы в стрессе, а в стрессе организм дышит поверхностно, но не убивает вас. Не убивает. Попробуйте закрыть рот пальцами, рукой, и не дышать. И скажите себе, я вот себя задохнул, вот так вот. Но вы отпустите руку, начнете дышать. Организм не может себя убить. Вегетативное напряжение в горле не способно судить горта, нитрохею так, чтобы вы задохнулись никак. Чтобы человек задохнулся, его надо либо душить, либо должна произойти такая асфиксия, что просто жесть. Но руками, проводом, я не знаю, попасть, инородное тело сильное такое большое должно быть, да. Там должен закончиться кислород при определенных условиях, но не в метро, а в лифте, там он не заканчивается. Надо понимать, что организм, если вы зашли в лифт, и у вас страшилка, что сейчас закончится кислород, вы задохнетесь, это иллюзия. И сейчас я буду в практических упражнениях рассказывать, как с этими иллюзиями бороться. Но вы должны в своих первых теоретических пониманиях догадаться, и сейчас меня услышать, что ни одно вегетативное напряжение и проявление страха не является опасным для жизни. Итак, тезис. Как бы вам не было страшно, и как бы вам не было вегетативно плохо, это не опасно. Экстрасистолы, тахикардия, чувство нехватки воздуха, чувство не менее в ногах, головокружения. Это не опасно. Именно поэтому 73 человека тут сидят. И я, и Максим. И еще тысячи людей сидят в интернете со словами «А я сегодня не умерла!» Не важно, что в 2018 день уже идет ее невроза, она все еще не умерла и не умрет. Потому что от этого не умирают. Но люди же считают, что вот-вот она сегодня выйдет, и вот-вот ее смерть настигнет. Колоссальная история, когда «Я успела добежать домой!» А теперь в образовании задайте себе такой вопрос, товарищи новички, кто сегодня меня слышит там первый раз или недавно. Задайте себе очень простой вопрос. У вас когда-нибудь болел зуб? Зуб болел. Вот скажите мне, если я вас помещу домой с мамой и папой, у вас зуб болеть будет? Будет. Будет. Если я вас с мамой и папой выведу на улицу, у вас зуб болеть будет? Будет. Если я вас верну обратно домой одного, у вас зуб болеть будет? Будет. А если я вас поставлю одну на улицу, у вас зуб болеть будет? Будет. Как бы я не менял вас местами и как бы я не менял наличие родственников, у вас зуб болеть будет? Что такое больной зуб? Больной зуб – это болезнь. Это реальная органическая проблема. Это действительно так. То же самое связано с аппендицитом, с гриппом. Наличие родственников никак грипп не убирает. И отсутствие родственников никак грипп не убирает. Понимаете? А теперь задайте себе вопросом по поводу ваших жалоб. Дома вам значительно лучше некоторым, при наличии родственников дома еще лучше. Но бывает так, что на улице одному значительно хуже или на работе. Или утром вам значительно хуже, а вечером лучше. Или когда с вами рядом муж или супруга, вам лучше, без нее хуже. или, допустим, в магазине и в транспорте вам хуже, дома лучше. Или наоборот, дома плохо, на улице лучше. Так или иначе обстоятельства могут быть разными, но вы попробуйте сейчас задуматься, вот 70 человек, что есть обстоятельства, где вам лучше и где вам хуже. Что за болезнь такая? Знаете, у меня есть клиенты, которые говорят, я умирала, 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 приехала скорая и меня отпустила. Что за смерть такая интересная? Здравствуйте, доктор. А кто больной? Я. Это я вызывала. Вы, да? Я. Не хотите чайку? Там бабушка умирает в соседней квартире, которую надо реанимировать. А я позвонила, потому что, как-то вот, знаете, что-то умирала сейчас. Вот я 5 минут назад умирала, сейчас мне лучше стало. Ну, давайте посидим, поговорим, а вдруг я опять умираю. Не уезжайте. Вдруг сейчас опять начнется. А вы не понимаете, что есть люди, у которых действительно, которые отлетают на тот свет в этот момент, только по действительно проблеме. ДТП или в соседней квартире либо амбуле уходит на тот свет. А вы просто вызываете скорость, чтобы вам стало легче. И вот это надо понимать. Бегать по квартире. У меня инфаркт миокарда! Эй! Ого-го-го! У меня инфаркт! А где инфаркт? У меня! У меня плохо! У меня инфаркт! Вы не понимаете, вы не знаете, что люди с инфарктами миокарда вообще двигаться не могут. Не могут двигаться. Люди с инфарктами, с болезнями сердца, они ходят очень медленно. Они поднимаются тяжело на третий этаж. Видели бабулю когда-нибудь, которая идет очень медленно и еле поднимается, и дышит, стоит? Вот это болезни сердца ишемические. А вы? А-а-а-а! У меня невроза! У меня паническая атака! Вы зайдите мне скорую! Да на вас пахать надо в этот момент! Потому что вот у меня инфаркт! Это просто-напросто работа вашего адреналина. И с вашим сердцем все идеально! Сердце вот в этом вот у меня не... У меня сейчас случится! Помогите! Мне! Это наоборот показатель того, что вы замечательно функционируете! Вам дай штангу в этот момент, вы будете... У меня неврон! У меня инфаркт! Вызовите мне скорую! Пожалуйста, у меня инфаркт! Вот так это будет выглядеть! Понимаете? Или как Форест Гамп! Беги, Форест! И вы побежали! У меня инфаркт! Вызовите мне скорую! У меня паническая атака! Я умираю! Я очень сильно умираю! Вот это будет вот так выглядеть! Люди, которые действительно умирают, они лежат! Они не ходят! Они просто лежат и думают, что спасет их кто-нибудь и не спасет! Люди, у которых ранения! Вы что думаете? Парни, которого там порезали, получил огнестрельное ранение, он что лежит и думает? Блин, а как я сейчас смотрюсь? Когда я лежу здесь, у меня кровью истекаю, а как я смотрюсь интересно в этот момент? Нормально или не очень? Перевернуться или не перевернуться? Я вам не мешаю, простите, тут лежа! Таких нет мыслей! Люди лежат и думают о другом совершенно! У них совершенно другая проблема в этот момент! Понимаете? Там нет никакой проблемы невротического характера! Там все по-другому сразу начинает работать! У меня только невротик! Говорит, а если я упаду? А как лучше падать? А если меня вот так лучше упасть? Или вот так? А как я буду смотреться здесь, интересно? Блин, а что скажут люди? И тут начинается проблема! Надо это понимать! Слабость в такие моменты! Ну и что? Ну ослабеваешь! Ну и что ты, Тань, валялась по улице, ходила что ли в этой слабости? Ты хоть раз падала? Тебя хоть раз волокли по улице из-за этой слабости? Знаешь, у меня после приседа 150 на 12, 5 подходов тоже, знаешь, какая слабость? Меня тошнит в тренажерном зале порой из-за этого слабость! Почти, знаешь, почти! Но опустись на колени! Поползи! Хоть раз! Опустись и поползи от этой слабости! Я на тебя посмотрю! Опустись на колени и поползи! Вот это вот! Я чуть-чуть! Но не надо держаться за мужа! Опустись и поползи! Опустись и поползи! Пусть мужа рядом не будет! Надо понимать, что эти слова почти упала, почти умерла, это все ваши иллюзии! Нельзя почти опуститься! Нельзя почти упасть или вот-вот упасть! Нельзя вот-вот умереть или вот-вот упасть! Это не бывает! Понимаете? Так не работает! Итак, поехали! Паническая атака! В ее образовательном процессе выглядит таким образом! Давайте начнем с базисов! Вы это наверняка знаете! Знаете, но надо повторить! Напишите мне сейчас в чате Напишите сейчас в чате Кто не знает, что такое паническая атака? Или как она образуется? Тогда напишите мне, пожалуйста, в двух словах В трех Что такое паническая атака? Так, просто интересно Что такое паническая атака? В трех-четырех словах Тоже хороший ответ Не санкционированный выброс адреналина Почему, Татьяна? Он очень санкционированный И вы дали эту санкцию Вот это вот слово Не санкционированный Мне очень нравится Хрен нас давал Он не санкционированный Он очень санкционированный Причем вами Ага 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 Ну в целом нормально Но надо уточнять Смотрите Тань, ошибаетесь вы сильно Санкционирована паническая атака Значит Поднимите Ну ладно, мне надо поднимать Первая ошибка Следующая Что паническая атака Не зависит от того Что вы делаете Пишем Запоминаем Паническая атака Это реакция Именно ваша Вы ответственны За паническую атаку Она начинается Или не начинается Исключительно По вашей инициативе Никаких Несанкционированных Панических атак Нет Вот эта иллюзия Я иду, иду, иду И меня накрыло Это бред Вы идете, идете Сейчас я покажу Как это происходит Более тонко Вы начнете в этом разбираться Но вы должны понять Что нету Вегетативного приступа Нету Вегетативного Напряжения И панической атаки В том числе Без ведома На то причины Не Б Б Б Б Единственное Что можно назвать Несанкционированным Выбросом Это когда у девочки Климакс Она абсолютно спокойна Ни о чем не думает Идет И резко начинается Прилив У кого есть климакс? Не стесняйтесь Кто знает Что такое приливы? Мне очень важно Что кто-то был в группе Кто знает Что такое Климатический синдром Не стесняйтесь Какая разница Вот Надь Оль Хорошо Вот скажи Подождите Все Хватит Полиция Вот смотрите Вот эти приливы Жара Да Вегетативные Можно же назвать их Несанкционированными Вот Наташ Да Надя Оля Вы идете Идете И вдруг Раз Эти приливы Или ночью Вот тут как раз Вот это Несанкционированная Проблема Гормональная Работает Если у вас Саша Александр Проблема с надпочниками Что вы тут делаете? Если у вас Проблема с надпочниками Я никак ваши Надпочники Не вылечу А Если у вас Этой проблемы Нету То замечательно Но проблемы С надпочечниками Здесь не сидят Проблемы с надпочечниками Сидят у эндокринологов И у хирургов Да Все Понятно Вот смотрите Несанкционированной Панической атаки Не бывает Несанкционированной Панической атаки Не бывает Разбираемся Почему оно происходит Чтобы это понять Нужно понять Вообще Образование Паники Что такое страх? Страх Это защитная реакция К существу Осознанную В более Большей степени Это рефлекс Это инстинкт Кошки Собаки Все животные Имеют страх Для чего Страх Дан в животном мире Страх в животном мире Нам дан Чтобы спасаться Человек без страха Это инвалид Это больной человек Животное без страха Тоже Животное Которое долго не проживет Поэтому страх Нам Псеть себе Зайца без страха Что с ним будет? Я его сожру Через час Представьте себе Животных без страха Популяция будет нарушена Поэтому страх Это инстинктивная Штучка От природы Которая дана Всем живым существам Это всем понятно? Зачем страх Человеку? Страх человека Тоже регулируют Как и животного Вы же не пойдете Через Ленинградку Пешком Но только Больной человек Пойдет через Ленинградку Пешком Вот это будет Больной человек В норме Человек испугается И не пойдет Понимаете? То есть страх Как инстинкт Будет спасать вас А не убивать Отсюда тезис первый Страх Очень важная Эмоциональная реакция Мы не должны Пытаться Страх Блокировать Нам страх Нужен Он нам безопасен Скажите пожалуйста На войне Много страха? В боевые действия Страха много? Землетрясение Пожар Страшно Правда? А что Умирают От страха Там люди На войне? Аэрофобия Одна из самых Частых фобий В мире Несколько Десятков тысяч Чачат воздушных суден Из них Точно вам Могу сказать Что как минимум Половина Сейчас Сидят Сжатым И боятся А что Их выносят Вперед Ногами Из самолетов Всех? Нет Каждая секунда Происходит Паническая Атака На земле И что Все Умирают? Нет Стоматологов Боятся Каждую секунду Кто-то сидит В мире Боится Стоматолога Понимаете? Отсюда пишем Сама Эмоция Страха И действие Адреналина Как составляющую Страха Бе За По Сно Критики Скажут Почему Адреналин Противопоказан Адреналин Противопоказан Сердечникам Тем бабушкам И дедушкам У которых Есть Серьезные Проблемы Сердцем Для них Лишний Адреналин Является Фактором Риска Это всем Понятно? Если у вас Сердцем Кардиологи Сказали Все Окей Идите Бегайте Прыгайте В космос Вам Адреналин Абсолютно Безопасен Как и Всем Людям Адреналин Это гормон Который Вырабатывается Над почечником И немного Головным Мозгом Для того Чтобы регулировать Природную Функцию Страха Организм Не вырабатывает Адреналин Чтобы вас Убить Адреналин Синтетически Колит в реанимации Для того Чтобы вас Загасить По вашему Лежит человек Умирает Адреналин Два кубика Для чего? Чтобы его убить? Для чего колит Адреналин в реанимации? У меня есть врач Который утром Сам себе Колит адреналин Нансулинкой Для чего? Чтобы взбодрить Организм Чтобы организм Оживился Включить функции Конечно Адреналин Это спаситель жизни А не его губитель Вот это все сейчас Запомните пожалуйста Или запишите Адреналин Который вырабатывается В момент Острого страха В самолете В стоматологии Во время драки Это природный инстинкт Самосохранения Он сохраняет А не Природный инстинкт Самоуничтожения Кстати говоря Уже от него Нет инстинкта Самоуничтожения И у человека Его нет В норме Ребят Хорош Реально хорош Значит У человека Нет инстинкта Самоуничтожения Адреналин Заставляет Нас жить Второй тезис Бояться адреналина Глупо Любое действие Адреналина Безопасно Действие адреналина Нужно Теперь что такое Паническая атака Тезис первый Давайте пока Не будем рисовать Паническая атака Это Ваша Интерпретация Симптомов Переведу Вы идете по улице Что-то у вас Закружилось В голове Или что-то вам Как-то стало Не по себе И вы начинаете Думать Ой А что это Со мной А если я Сейчас А вдруг Я А вдруг У меня И вот эта Мысль И вызывает У вас Эмоцию Страха Эмоция Страха Вызывает Адреналин Рисуем схему Вы ее Все знаете Ситуация Вышла На улицу Затем Какая-то Телесная Реакция С вами Произошла Ну например Там у вас Там Ком в горле Некоторые Да Там Или кишечник Или голова Какая-то там Ватная Мутная Это бывает У каждого человека Согласны Который не выспался Который плохо поел Согласны Вышел из дома Не очень хорошо себя чувствует Я после приседания Плохо себя чувствую Порой Ничего Нормально Обожаю приседать Особенно с фронтальными С грудью С штангой на груди Очень хорошо работает Хреново правда Но Эффективно То есть Телесная реакция Может быть У каждого человека На планете Но вот тут Возникает разница А дальше Возникает Важный элемент Человек Какой-то К этой Допустим Там Погода какая-то Знаете Там сонная Такая Да Там Слабость Поел плохо Вот какой-то человек Эту телесную реакцию Подумает И скажет Ну бывает Что Надо поесть Пойти Или Поспать Правда Но это На шее А на груди Меньше Я сейчас Не приседаю Со штангой На шее Только фронтальные Лучше ноги работают Растут лучше На спине Когда приседаешь Со штангой На шее Спина Включается Сильно Веса Большие Толку мало Лучше На фронтальной Приседке Вот так Человек Вышел на улицу У него телесная Проблема Да Кто-то Подумает Ну бывает Надо поесть Надо поспать Что-то я себя Хреново чувствую А вот Кто-то Подумает Ой А если Я сейчас Упаду А если Со мной Что-то А если Это Болезнь А если Это Смерть Именно Вот это Ребята Мысль Является Мишенью Когнитивного Терапевта Это Мы уже Паническую Атаку Переходим Понимаете Да Вот именно Вот эта Мысль И будет Являться Очень Важной Или Мишенью Потому что Если Человек Здесь Вставит Мысль Объективную Ну бывает Ничего Страшного Пойдем Дальше Что-то С этим Бывает Не бойся Вот Если Вставится Объективная Мысль Как обычно Будет Все Нормально А если Вот здесь Начнется Ой А если А вдруг А кобы Начнется Эмоция Эмоция Какая Страх Эмоция Страха Видно Нет Не видно Эмоция Страха Рождена Только что Вами Поэтому Кто-то Сказал Про Несанкционированное Хрен А с два Как Сказал Известный Герой Наши Раши Не помню Как его зовут Правда Да Вот эта Эмоция Рождена Не Санкционирована А Абсолютно Санкционирована Вашей Вашей мыслью Которую Вы могли Раньше Не видеть Ой А если А вдруг Кажется Сейчас А вдруг Ага Ого Ой Это вызывает Эмоцию Эмоцию Страха Эмоция Страха В вашем Организме Всегда Всегда Физиологически Выделяет Гормон Адреналин Всегда Не бывает Эмоции Страха Без Адреналина Гормон Адреналин Как мы Уже Сказал Раньше Стимулирует Работу Всех Органов И систем Для ее Усиления Для чего Для того Чтобы бороться С надвигающейся Проблемой Как вам Кажется Драться Спасаться За свою Жизнь Бежать Прыгать Бегать Царапаться Кусаться Цепляться За жизнь Любыми способами Этим Это делает Адреналин Можно сказать Тоньше Он Увеличивает Давление Он Увеличивает Частоту Среди сокращения Чтобы мышцы Напряглись Зрение Делает Ярче Слух Делает Ярче Кожа Напрягается Кожа Чувствительность Повышается Волоски Приподнимаются Зрение Усиливается То есть Если вы Начнете Замерять Дереволеватику Реакции Под адреналином Вы увидите Что Помните Кто смотрел Фильм 300 спартанцев 300 спартанцев Кто смотрел Быстрей Мужики Помните Фразу И нету Страха В нем Лишь чувства Обострились Все это Помнят Фразу И нету Страха В нем Лишь чувства Обострились Это и есть Действие Адреналина Подавленные Эмоции Страха Страха Нет Лишь чувства Обострились Это значит Что он контролирует Но адреналин Работает Чувства Обострились Что это Помните Он осязает Как ветер Проносится По его Телу Как слышит Как хруст Хрустит ветка Вот это и есть Действие Адреналина Яркий Свет Становится Немножко Ярче Звуки Становятся Более Насыщенными Кожа Становится Более Чувствительная Мышцы Напрягаются Сосуды Готовы К резкой Работе Мышц Увеличивается Давление Сердце Стучит Очень сильно Организм Максимально Сжимается В пружину Для того Чтобы либо Дать Вносяру Либо Убежать Вот что Делает Адреналин А мы Всираемся Безусловно Потому что Не знаем Животные Выживают Благодаря Этому Инстинкту А мы Писываем В штаны Периодически В кавычках Значит Да И вот Это действие Адреналина Вызвано Вашей мыслью И эмоцией Из-за Незнания А не потому Что Вы плохой Человек И вы Трактуете Как Следующая Мысль Как Мысль 2 Вы Трактуете Следующим Образом Ой Точно Сейчас Помру Ой Точно Сейчас Упаду Точно Сейчас Польется Покапает Лягу И так далее И от этой мысли Соответственно Начинается Паническая Атака То бишь Паника Спасайся Кто может Вот вам и паника Все Где Вот Все Добрый вечер Вы сами Это создали Сами Это Поимели Вышли на улицу Что-то Где-то Нехорошо Ой А что это Со мной А вдруг Я сейчас Ты как Это Так Нет Адреналин Точно Караул Вот и паника Я выделил Красным Основные Мишени Практика Показывает Следующее Когнитивная Поведенческая Терапия Должна Быть Направлена На Первое Пишем Устранение Тревожной Первой Мысли Да Мне нехорошо Да Мне не очень комфортно Да Мне неприятно Да Досадно Ну ладно Обидно Но я не вызову эмоцию страха Хрен с ним Пускай мне будет нехорошо Ни в коем случае Вы не должны допустить эмоции страха Да Так Бывает Мне не очень хорошо Да Я пойду выпью чайку Я пойду прогуляюсь Там Попью водички Но я не испытаю страх И не запаникую Вот это Базовую основу Надо понимать Поэтому Несанкционированный Какого хрена Он здесь несанкционированный Объясните мне В каком месте Он тут несанкционированный Ваша мысль Ваши эмоции И дает санкцию На выброс адреналина Вот Многие клиенты К сожалению Так и думают Знаете как вы думаете Многие Вы идете по улице Едете в автобусе И вдруг Откуда ни возьмись Появился Адреналин Удивительное чудо Просто Да Никаких чудес Нет Вдруг Откуда ни возьмись Не появляется Он появляется Конкретной ситуацией Из-за конкретной Неправильной мысли Из-за конкретной Здоровой Эмоции Страха Нету здесь Никакой Никакой болезни Понимаете Здесь есть Просто ошибка Здесь есть ошибка Исключительно В мыслительном Процессе Бывает так Что эту мысль Не видно Например Вы просыпаетесь Утром И вам уже Хреново Бывает такое Допустим Вам уже как-то Хреново А потом Дома Накатывает Бывает такое Бывает А кто вам сказал Что нету причины Это Кто вам сказал Что у вас нет мыслей Вы дома просыпаетесь Дома А что вы думать Начинаете О том Что вы делаете Куда вы хотите поехать И что вы думаете О том Что вы сидите дома И что вы думаете О вашем предстоящем дне И что вы думаете О вашем муже О вашей работе О вашем дне Который будет проходить О том Кто с вами просыпается Ну, перед вылетом тоже понятно, да? Что вы думаете? Вы просыпаетесь и думаете о начале дня. А что вы думаете о работе, куда вы едете? А что вы думаете о людях, которые с вами работают? А что вы думаете о муже, которому вы едете домой? А что вы думаете о вашей свекрови и тёще, которая за стенкой храпит? А что вы об этом думаете? А кто вам сказал, что не надо думать? Надо думать, только как. Вопрос, как вы думаете об этом. И вот то, как вы думаете, вот не бывает такого. Вот у меня была клиентка, говорит, Алексей, у меня случилась паническая атака дома. Я стояла, мыла посуду, бах, накрыла. Что за чудо такое? Я говорю, ну давай подумаем. Что повел? Да ничего не было, мыла, посуду, всё хорошо. Ну, рассказывай, что было до этого. Я вот, ну, мы, правда, с мужем поругались с утром, потому что эта скотина опять не сделала. Он, ну, начинается. Я говорю, ну, что ты думала про этого человека? Да он мне всю жизнь, вот я не могу больше с ним. Я ему одно, он мне другое. Выясняется, что на самом деле у неё достаточно длительная и затяжная проблема с мужем, которую она не может решить. Утренняя ссора лишь спровоцировала в ней бурю эмоций. Адреналин – это её злость, это её неспособность решить проблему. И когда она мыла посуду, естественно, вся эта эмоциональная сфера, она же внутри-то гуляет. От того, что вы моете посуду, вы думаете, вы ни о чём не думаете, в бессознательном процессе идут. И, конечно, тело реагирует на этот стресс, на эту проблему, которая с мужем. Поэтому очень… И это вот как раз к вопросу, ребят, вот сюда, помните? Давайте на этом примере. У девочки паническая атака, она моет посуду, да? Это у неё телесный, эмоциональный… И там вот этот конгломерат симптомов, паническая атака, да? Но она не понимает, что симптом вызван неврозом, который связан в её психике с её мужем прежде всего. Отношение мужа и жены вызывает определённое невротическое противоречие. А это невротическое противоречие вызывает проблему симптома. В данном случае паники. Почему паники? Кто догадался? Давайте вернёмся к панической атаке. Потому что метафора паники – это метафора угла. Зверь, которого загнали в угол, будет паниковать. Вот тут и отличается паническое расстройство от тревожного. Паническое расстройство или панический приступ начинается тогда, вам подсказка, психиатрам или психотерапевтам, когда у человека в жизни происходит ситуация, в которой он как бы попал в угол. Он не может найти выхода. Он не знает, что делать в этой ситуации. С мужем, с работой, с баблом, с любовницей, с машиной, с жизнью. Он попал в угол некой. А тревожное расстройство формируется тогда, когда этого угла нету, но есть ситуация, которая постоянно его... день за днём, на работе, дома, с друзьями, с женой, с деньгами, в банке и так далее. Вот тогда формируется общее сложно... Ое, ну конечно. Общее тревожное состояние, потому что вот это вот постоянная долбёжка внутри психики вызывает очень сильное эмоциональное напряжение. И безусловно, казалось бы, вы сидите дома, хотите выпить пивка, а вам нехорошо. Как-то хреново, что-то пиво не пьётся. А потому что у вас в голове деньги, банк звонит, надо денег. На работе шеф-придурок. Муж не занимается сексом третий год. Далее, вот это постоянное, вот это вот постоянное, мама достала. Мама не может понять. Вот это вот постоянно накап, точит голову так сильно, что в конечном итоге вы просто не можете расслабиться. Вы теряете сон, у вас поднимается давление, у вас начинается тихикардия. Всем понятна эта концепция? Вот это, что я показал. Вот это постоянная штукенция и вызывает у вас постоянное внутреннее напряжение, которое и называется симптомом. А если это с утра до вечера, то, конечно, удивитесь, что вам хреново. Итак, практическое пишем. Значит, что такое паника? Что это работа неправильной деструктивной мысли. Пишем упражнение. Упражнение по... Блин, как? Упражнение, короче, для панической атаки. Давайте так. Практические упражнения работы с панической атакой. Значит, первое упражнение – это надо понимать. Это так и называется упражнение «Понимание». Вы должны понимать, что паническая от вас. Начнется ваш страх от ваших мыслей за здоровье или не начнется. Вы должны, пишем, взять на себя ответственность здесь и сейчас. Зато разгоните вы своими мыслями страх или нет. Взять на себя ответственность. Мне хреново вегетативно, но это моя ответственность. Я не запаникую сейчас. Я знаю, что это вегетативно. Я знаю, что это адреналин. Я не запаникую. Пошли все. Я не запаникую. Я пойду, встану, пройдусь и так далее. Но не запаникую. Взять на себя ответственность. Второе упражнение. Значит, я сейчас вам перечислю самые эффективные, а вы уже... Ну, хватит кабинета, начай, почему здесь это? Я сейчас вам перечислю основные упражнения, а это самое главное будет. Значит, есть два вида упражнений. Первый вид упражнений – это телесные упражнения. Вы их знаете. Сейчас я расскажу. Второй вид – это поведенческие упражнения. Значит, давайте начнем сначала с телесных, которые мне не очень, так сказать, нравятся, но есть категория пациентов, которым они очень подходят. Кто знает, что такое Джекобсон? Товарищ Джекобсон. Надо показывать Джекобсона. Значит, есть определенные телесные упражнения, основанные на переработке адреналина. Функция упражнений Джекобсона построена на изометрическом напряжении мышц. В чем фишка изометрического напряжения мышц? Я вам сейчас подскажу еще другие штуки. Резинка, в том числе, это моя придумка на самом деле была когда-то. Смотрите, в чем фишка телесных упражнений. Когда выделился адреналин, да, или когда вам не очень хорошо вегетативно, можно использовать телесные практики для того, чтобы переработать внутренний адреналин, и вот это вегетативное напряжение ушло в тело, в работу мышц. Я не буду показывать гимнастику по Джекобсу, но потому что вы ее в интернете можете найти, да. Там сначала напрячь правую ладонь, потом левую, потом правый бицепс, левый бицепс, там, спину, руки, ноги. Не будем тратить время на Джекобсона. Ладно, я покажу модернизированного Джекобса, который мои клиенты делают. Потому что это вот ээээээээ в транспорте не очень. В транспорте лучше использовать следующее. Смотрите, если мы говорим про телесные упражнения, есть поручень. Можете взяться за поручень сначала правой рукой и как будто вы подтягиваетесь. напрячь плечо, он же бицепс, ну неважно. Это называется на самом деле плечо анатомически, но неважно. Напрягаете руку полностью, как будто вы хотите подтянуться на поручни. Напряжение длитесь 5 секунд. Максимально все у вас должно быть напряжено. Кулак, предплечье, бицепс, плечо и спина. Как будто вы подтягиваетесь. Раз, два, три, четыре, пять. Левой рукой. Также. Раз, два, три, четыре, пять. И вместе двумя. Только не оторвите поручни. Раз, два, три, четыре, пять. Вот этот момент, правое, левое вместе, даст очень хорошее напряжение мышцам. И адреналин сможет хорошо переработаться. Если вы хорошо это сделаете, вы почувствуете усиление дыхания. И тот адреналин и тактахикардия, которая у вас была от мыслей о страхе, перейдет в осознанную работу с телом. И вы сразу переключитесь, будет проще. Если вы сидите, можно использовать упражнения для приводящих, отводящих мышц. Вы сжимаете ноги, вот так вот, сжали ноги и сжимаете их в коленях, вот так вот прям, оп, сжали пять секунд, расслабили. Опять сжали пять секунд, расслабили. Потом взяли руки, поставили их на внутренние, давайте я вот так опущу. Поставили их на внутренние стороны коленей и разводите ноги, но сжимаете руки. Потом сделали. Опять напрягли, разводите, сделали. То есть сначала сжимаете максимально, потом разжимаете. А потом параллельно можно напрячь пресс. Сейчас живот напрягли и понапрягали чуть-чуть, и все. Мне уже стало жарко, да? Если вы стоите на улице в очереди, или у стоматолога сидите, да, вы всегда можете взять, у меня, к сожалению, нету, не пользуюсь, естественно, эспандер для рук. Это мужиков касается прежде всего, да? Берете резинку. Мужики, знаете, да, резинки для кистей? Вот берете резиночку. Берете резиночку для рук. И 15 раз. Раз, два, три, четыре, пять, 15. Левый. Раз, два, три, четыре, пять, 15. Закислите предплечье, никакой паники, тревоги не будет. Все это перешло в тело. Если вы девочка, то эспандер брать не надо, а то подумают, что вы боксом занимаетесь. Девочкам можно делать следующее. Берете пальчики ног и начинаете активно ими шевелить. Но только так, чтобы у вас были закрытые туфли желательно. То есть, у вас открытые босоножки, и вы будете шевелить своими коготками, будет не очень. Если у вас закрытый обувь, начинаете шевелить пальцами ног. Можно напрячь ягодицы. Девочки это умеют. Напрягаете ягодицы, как будто вы хотите зажать монетку между ягодиц. Можете в очередь также напрячь ноги стоя. Ягодицы. Сжать ноги. В любом случае, вам надо как-то тело поработать с ногами, с пальчиками, с ягодицами. Несколько раз это сделаете стоя, будет лучше. Это касается тела. Но это не главное. Я не очень люблю эти вещи. Хотя многие моим клиентам помогают. Я как бы, ну, знаю, что это работает, но лично я это не делаю. И 50 на 50. Моим клиентам каким-то это нравится, каким-то нет. Основные техники следующие. По телу всем понятна логика. С телом всем понятно, да? Правое, левое. Вместе. Ножки вперед, ножки назад. Девочкам особенно нравится это. Вот ноги сводить, отводить. Там мышцы хорошо их разогревают, да? Теперь давайте основные упражнения. Пишем первое упражнение – провокация. Значит, давайте сейчас напишем тройку упражнений, потому что они у нас будут с агорофобией также работать. Первое упражнение называется «Провокация». Это упражнение придумано не мной. Это упражнение придумано в 70-е годы. Придумано на группы психологов, включая Виктора Франкла и группы его соплеменников. Упражнение называется «Провокация». Логика проста. Вы должны выписать все места, где у вас были панические атаки или где вы боитесь, что они будут, пойти туда и самому очень сильно захотеть, чтобы у вас паническая атака случилась. Только искренне. Без всяких страхов, без всяких иллюзий прийти на улицу, в маршрутку, в торговый центр и сказать, я очень хочу, у меня вот задание, чтобы случилась паническая атака. Мне очень надо. Это первый тезис упражнения. Второй тезис упражнения, открытый Виктором Франклом в 70-х годах, называется… Его по-разному переводят разные авторы. Я знаю даже одного человека, который присвоил себе это упражнение почему-то. Но открытый это в 70-е годы, называется, но по-разному. Я его называю 33. Почему 33? Назвал его примерно там года, наверное, 3 назад так, потому что, ну да, потому что так захотелось мне. Хотя Виктор Франкл называл его просто усилением. Да, я его назвал 33, потому что логика проста. Когда вы приходите в торговый центр и говорите, я хочу, чтобы началась паническая атака, мне очень важно делать это упражнение, очень надо, начинайся, прямо здесь и сейчас. Если начнется вегетативное напряжение во время этого упражнения или просто начнется вегетативное напряжение, надо вслух или про себя сказать, пишем «давай еще сильнее» и максимально попытаться усилить это состояние. Давай еще сильнее раз, давай еще сильнее два, давай еще сильнее три, с разницей в 2 секунды примерно. Давай еще сильнее, давай еще сильнее, ты меня не загасишь, давай что так слабо, давай посильнее и так далее. Итак, 33. До 33 мало кто досчитывает, потому что, как правило, все заканчивается примерно на 15-20. Симптом просто тухнет. В чем парадоксальность логики этого упражнения? Виктор Франкл говорил о том, это называется парадоксальная интенция. Хотя я знаю людей, которые почему-то считают это своим открытием. Парадоксальная интенция заключается в том, что страх не работает в парадоксальном моменте. Страх работает, смотрит на меня, когда вы от страха бежите. Когда вы бежите от страха, он за вами. Как только вы разворачиваетесь и говорите «Здравствуйте», и он сразу уходит, мягко говоря. Почему? Страх работает в паттерне избегания. Страх работает в паттерне, когда вы боитесь и что-то не делаете. Или боитесь и подкрепляете это «Ой, только не надо, ой, мамочка». Как только вы идете на страх лицом, страх сразу начинает рассеиваться. Сейчас расскажу нюансы. Вот это очень важно. Какие могут быть ошибки? Значит, про ошибки. Сначала, значит, 33. Давай еще сильней. Это упражнение можно делать и без явной панической атаки, а только тогда, когда у вас просто вегетативное напряжение. Вот вам просто что-то как-то хреново, да? Вы говорите «Так, что-то мне хреново? Давай еще сильнее, давай еще сильней, давай еще сильней, давай еще сильней, давай прямо сейчас мы тут запаникуем». Вы должны научиться в этих двух техниках. Самое главное – это не бояться того, что сейчас что-то начнется, а наоборот искренне это захотеть. И последний компонент этого парадоксального метода заключается в том, что вам надо немножечко это поюморить, скажем так. То есть заключается в том, что эмоция страха должна быть подкреплена эмоцией какой-то некой радости или такого некого обесценивания. Поэтому я назвал это обесцениванием. Ну да, сейчас умру, да, вот умру, бывает. Да, сейчас разлягаюсь, как собака тут, да? То есть немножечко с юморком, да, я выполняю это упражнение. В чем логика? Логика в том, что эмоция страха должна быть заменена, и эмоция избегания, я не пойду туда, потому что там не может быть страшно. Хрен! Я туда приду, скажу «Ну давай!» Теперь, внимание, ошибки. Первое пишем. Упражнение парадоксального подхода Виктора Франкла и парадоксальной интенции нужно выполнять только без подкрепляющих стимулов. Нельзя выполнять эти упражнения с таблетками в кармане, в наличии рядом мамы и папы, потому что это подкрепляющие стимулы. Ну да, эти подкрепляющие стимулы будут разрушать всю парадоксальную картину. Вам надо выложить таблетки, выложить всю аптечку, убрать маму и папу и пойти в те места. Значит, пишем теперь конкретно. Стратегия работы. Взять белый лист бумаги, ручку и написать в столбик все ситуации, где у вас были панические атаки или страхи. Ну, на тему, что с вами что-то там случится. И пройтись по этому списку без телефона тоже можно, да. И пройтись по этому списку со словами понедельник, там, маршрутка, торговый центр, вторник, там, это, это, это. И всю неделю вдруг, Наташ, бывает только пук. И пук у вас не будет. Я уже говорил, что такое, а вдруг. Вы меня слышали? Я уже говорил, что такое, а вдруг, а если. Давайте мы не будем оперировать термином а вдруг. Сейчас об этом поподробнее. Значит, а вдруг. А вдруг бывает двоеточие, там тысяча вариантов. Такого не случится с вами. А вдруг. Вот вы все и оперируете термином а вдруг. А вдруг у меня. И вы сидите дома до 50 лет. Гениальная логика, правда? А вдруг. И вы не выходите из дома больше никогда. Вы хотите так жить? Такой логикой. А вдруг. Живите. Но я вам могу показать, почему вы так живете. Потому что есть функциональная задача. Если вы живете словами а вдруг, вы не живете, вы существуете. Вот, значит, поехали. 33. Обесценивание. Да, провокация. И. То есть, стратегия. Написать. Да подождите вы. Дайте рассказать. Написать. В ситуации. В список. И пойти. И выполнить там упражнение. Я очень хочу, чтобы у меня случилась паническая атака. Я не буду ее избегать. Я не буду от нее бежать. Я буду ее искать. Намеренно создавать. И усиливать. Вот эта мировая практика, придуманная не нами, придуманная в 70-х, 60-х годах, называется парадоксальный подход. Нельзя бежать от этого. Надо идти и сказать, да, окей, сейчас я загнусь. Тогда ваш страх будет разорван очень-очень быстро. Могу нарисовать нейродинамическую концепцию чуть попозже. Теперь это самая маленькая верхушка айсберга. Это основа. Теперь как формируются агорафобические проблемы? Или проблемы избегания? Проблемы агорафобии или проблемы избегания формируются так. Опять же, это придумало не нами. Это придумал еще Иван Петрович Павлов. Но я опять же знаю людей, которые посчитали, что это они почему-то открыли. Значит, есть основная история Павлова. Кто знает, о чем я говорю? Что открыл Павлов? Иван Петрович. Собаку открыл Павлов. Гениально. Слюну. Павлов открыл условные рефлексы. Да. Смотрите. Ваша агорафобия или ваша агорафобическая проблема – это условный рефлекс. Вы себя надрессировали. С чем вас и поздравляю, дорогой товарищ. Дрессировка ваша заключалась в следующем. У условного рефлекса есть три основные компонента. Стимул, реакция, подкрепление. Стимул. Пишем. Стимул. Стимулом являются обстоятельства страха. В обстоятельствах страха, обстоятельствами страха являются места, люди, какие-то, ну, быт просто, быт. Ну, условно говоря, метро, в которое случился когда-то страх, вы выбежали, метро будет являться стимулом. Улица, маршрутка, самолет, офис, лифт. Понятно? Все, где происходило у вас вот этот рефлекс, который мы сейчас нарисуем, отныне будет являться стимулом к повторению этого рефлекса. В больнице, в любое место, где был страх, собака, будет являться стимулом. Какая рефлексорная дуга? Стимул – это обстоятельства, где это было. Затем идет реакция. Реакция – это у нас в данном случае мы говорим о самом страхе. Сам страх является реакцией с адреналином, с паникой, со всеми делами, да? Реакция – это метро, страх, а дальше идет очень важная вещь. Какая? Чтобы это заработало полностью. Какой должен быть третий момент? Есть у нас… Узнать таки… Виктор, Виктория была первой. Стимул – это подкрепление, правильно. Стимул – реакция, подкрепление. Под подкреплением мы понимаем бегство из этого стимула с явным облегчением. Не эмоциями. Бегство с явным облегчением. Смотрите за моей ручкой. Метро – страх, убежало, стало лучше. Метро – страх, убежало, стало лучше. Аптека – страх, убежало, стало лучше. Работа – страх, убежало, стало лучше. Вот этот момент подкрепления является очень важным в психотерапии. Почему? Это, кстати говоря, бихверальный подход чистой воды. Почему вот это является подкреплением самым главным? Потому что до тех пор в подкреплении работает рефлекс. То есть в рефлексе главное – это постоянное его подкрепление. Что является подкреплением в агорафобии? То есть давайте, как формируется агорафобия? На улице, в метро, там-то, там-то происходила эта реакция. Стимул – страх, убежало. Стимул – страх, убежало. В итоге формируется главное подкрепление агорафоба. Я туда не пойду. И вот это подкрепление работает в криву немножечко, но очень эффективно, к сожалению, для агорафоба. Он считает, что что бы ни случился страх, он туда больше не пойдет. И вот это избегание и является главным подкреплением этого рефлекса. Отсюда вывод, который доказал Павлов. Пока вы избегаете этих стимулов, будет и реакция, и будет подкрепление. Для того, чтобы разорвать рефлекс агорафобии или тревожного расстройства, вам нужно научиться работать с подкреплением. Тут даже не столько надо работать с реакцией, сколько надо работать с подкреплением. Перевожу на бытовой язык. Вам надо пойти в ситуации, испытать эмоцию и ни в коем случае не подкрепить ее бегством и той реакцией, которую вы делали всегда. То есть пойти, испытать, но заблокировать подкрепление. Вот и все. Не подкрепляться валидолом, тем более, что валидол никакого не несет эффекта. Валидол – это раствор мяты и глюкозы. И валерьяна. Это не сердечное средство. Подождите, подождите. Понятно вот эта история? Теперь пишем «стратегия работы с агорафобией». Стратегия открыта в 70-е годы Джозефом Вольпе. Но я знаю ребят, которые считают, что это их открытие. Называется это «Системная десенсибилизация». Она есть инвива и инвитро, внутри и снаружи. Будем говорить о «Системной экспозиции». Еще это называется «Системная экспозиция». В чем логика? Берем тяжелого агорафоба. Ставим точку. Точкой является его подъезд. Рисуем первый радиус. Первый радиус его передвижения – это ближайшие точки, на которые он, в принципе, может дойти. Ставим пять точек, равно удаленных друг от друга. Ну, допустим, магазин, аптека, там другой магазин, палатка с цветами. Ну, условно говоря, да? Наш клиент должен научиться пребывать в этих четырех точках. Какие методы он должен использовать? Он должен пойти в эту точку, то есть в этот стимул, понятно? Испытать в этом стимуле что? Реакцию страха и упражнениями 33, обесцениванием и провокацией, выдержать экспозицию страха, пока он не закончится. Это нелегко. Это некомфортно первое время. Когда ты приходишь, тебе страшно, а ты тупо стоишь, провоцируешь, улыбаешься этому страху. Но поверьте мне, только так можно закончить этот рефлекс. Это примерно то же самое, что вы боитесь летать, и вам придется летать каждый день, чтобы перестать бояться. Это то же самое, что вы боитесь тараканов, вам надо с ними будет сталкиваться каждый день. Это то же самое, что вы боитесь ездить в лифте, и вам придется ездить в лифте каждый день. Понятна логика? Если вы не сможете это сделать, вы обречены. И тут вопрос касается не психотерапевта, а вашей мотивации, вашего желания, вашей мужественности, вашей силы воли и вашей воли к самостоятельной жизни. И ваш психотерапевт должен вам это объяснить. Что, зайка, я понимаю, что тебе будет некомфортно, тебе будет страшно, наверное, будет... Да подождите вы, что тебе будет неприятно, и так далее. Но мы идем не сразу в самые сильные точки. Понятно, что это ближний радиус. Дальше мы делаем еще несколько радиусов, чтобы просто дать клиенту понять, что он должен... Сама стратегия очень проста. Все это поняли, я надеюсь. Вы должны поставить точки на карте по радиусу. Ребят, я вам что, плохо объясняю, что не надо вопросов сейчас задавать? Ну, боже. Значит, вы же меня отвлекаете. Осталось 50 минут. А надо понимать, ближний радиус, средний, дальний. От простого к сложному. Не надо сразу шарахаться на другой конец города, окей? Сначала возле подъезда. Давайте проще. 10 метров от подъезда отойди, попровоцируй, поусиливай. Когда у тебя 10 метров от подъезда стало проще, 20 метров от подъезда, 30, 40, 50. То же самое история с мостом. Боитесь перейти через мост. Сначала подойдите к мосту. Постойте возле него. Как понимаете, что можете уже стоять возле моста, не убегая. Сделайте 10... Пройдите 10 шагов по мосту. Почувствовали страх? Остановились и тупо стоите. Минут 15. До тех пор, пока страх не пройдет. Поняли, что страх прошел? Чуть-чуть еще пройдите, остановитесь. Медленно пойдите домой. Еще один нюанс. Экспозиция нельзя бежать домой. Идите медленно домой. Как только точка выдержана, медленно идите. Не надо... Мама, у меня получилось! Не надо так. Медленно идем домой. Понятна стратегия всем, что такое десенсибилизация? Как мы дробим агорофобию? От простого к сложному. Шаг за шагом. От одного метра к километру. Не надо здесь пытаться делать свершение. Постояли у подъезда. Прошли чуть-чуть подальше. Дальше, дальше. Я ходил с одной девочкой месяц, наверное, по улице. Мы ходили подъезд за подъездом. Магазин за магазином. Потом она одна. Чем сложнее агорофобия, тем меньше должны быть радиусы. Всем понятно? Подождите вы про поездку в другой город. Дайте объяснить людям навыки хотя бы простые. Всем понятен вот этот базисный навык? От простого к сложному. От одного метра к километру. Руководствуясь, опять же, знаниями. Чем руководствуется агорофоб, ребят? Всем понятно? Агорофоб руководствуется тем, что чем дальше он от дома, тем больше вероятности, что с ним что-то случится. А вот это неправда. Агорофоб отныне должен руководствоваться полученными знаниями, что он провоцирует этот приступ, а ничего не случается. Теперь пишем упражнение, которое можно делать тоже для провокации, для некоторого разрыва рефлекса. Давайте сейчас вместе это сделаем. Первое упражнение очень простое. Мы сейчас расслабимся и на счет 3 попытаемся все умереть. Давайте на счет 3 умираем. Только надо захотеть умереть. Раз, два, три. Оп. Плохо стараетесь. Давайте еще разочек. На счет 3 надо умереть. Раз, два, три. Умираем. Не умираете. Давайте очень захотим, чтобы нас тошнило. Вот так вот прямо представим этот процесс. И давайте попробуем захотеть, чтобы нас тошнило с вами. Федор, молодец. Давайте попробуем захотеть, чтобы нас тошнило. Давайте. Вот как мы это все... Я даже надавить можно куда-то там. Давайте вместе. Как-то не очень, да? Давайте попробуем... Молодец. Потирайся. Давайте без шуток, ладно? Значит, в чем задача парадоксального момента? Парадоксальный момент заключается в том... Парадоксальный момент заключается в том, что мы должны сами захотеть то, что мы боимся. Мы не должны этого избегать. Мы не должны от этого отказываться. Мы должны идти вперед и говорить, да, окей, я знаю. Поехали, давай. Понятная история с агорафобией. То есть агорафобия является осложнением панического расстройства, если хотите так вот по-простому. Агорафобия – это осложнение вот этих рефлексов. Стимулы, реакция, подкрепление. Чем больше стимулов, где у вас это была проблема, чем больше избегания, до тех пор это будет работать. Перестанете избегать стимулов и будете в этих стимулах выдерживать себя экспозиционными упражнениями, начнете передвигаться. Но опять же вам говорю, что здесь есть большой нюанс. Пишем нюансы. Есть люди, у которых эти упражнения не вызывают определенного эффекта. Пишем. Значит, сначала поднимите руки, кто эти упражнения делал. Нет, давайте по-другому. Давайте так. Пишем нюансы. Молодцы. Пишем нюансы когнитивно-поведенческих упражнений. Сейчас я вернусь. Когда мы говорили о сути невроза, помните, что вот эти проблемы являются не главным, а являются выхлопным газом работающего мотора под названием невроз. Вот у невроза есть очень важная проблема, которую многие недооценивают, даже порой специалисты настоящие. Проблема заключается в том, что у многих тревожно-фобических неврозов есть очень важная функция. Еще это называется вторичной выгодой. У агорафобии и у паники есть функции. Пишем три основные функции симптомов. Первая функция симптома – это переложить ответственность себя на болезнь. Я не пойду, потому что. Я не буду работать, потому что. Я не поеду, потому что. Я не хочу, потому что. Ответ очень простой. Я не хочу и не поеду и не буду, не потому что я не знаю, что я хочу и не знаю, как это сделать, а потому что у меня несчастное какое-то там ВСД. Я не пойду и не поеду не потому, что я не хочу и мне лень, а потому что я болею. Это первая функция. Вторая функция симптома – отложить принятие важных решений. Я, но это уже более сложная концепция, об этом вы узнаете попозже, да? Я не принимаю важных решений в своей жизни, потому что я болею. Я не принимаю важных решений в своей жизни, потому что у меня такая проблема. Об этом мы поговорим гораздо позже на групповых занятиях, потому что в этом и есть терапия. Сейчас я объясню. И третья функция симптомов – это демонстрация внимания. Вот так можно сказать. Это больше типично женщинам, либо типично и мужчинам. Обычно демонстрация предполагает демонстрацию близким людям. Либо это семья, либо это жена, муж, либо это родители. «Мама, посмотри, как мне плохо, когда ты будешь уже ко мне добра. Или муж мой, посмотри, как твоя жена страдает, когда же ты начнешь меня целовать. Посмотрите все, как мне ужасно, а ну-ка полюбите меня, а лучше вызовите скорую, посмотрите, как мне плохо». И вот это вот и является вашим неврозом. Ну, привлечь внимание, конечно. А надо понимать, что симптомы, то, о чем мы сегодня с вами говорили, в панической атаке, в агорофобии, является лишь ветром, лишь выхлопным газом. Но за этим стоит невротическая основа. Не буду сейчас вам морочить голову, просто хочу вам дать понять это. Давайте продолжим дальше по симптоматике. Потому что работа с неврозом – это вот целая большая работа. Но сначала надо до конца доработать симптомы. Мы так подведем итог. Паническая атака, 33, провокация, обесценивание, понятно. Нашли места, где у вас это было, пошли туда, сделали. Да, Вера, я вам скажу честно, что вы даже не догадываетесь, что происходит с вами. Вам кажется, что у вас вся проблема с панической атакой и с агорофобией. На самом деле у вас проблема совершенно в другой сфере жизни, которой я, собственно говоря, и занимаюсь. Это и есть невроз. А те ваши симптомы – это совершенно вторичное образование для получения определенных жизненных позиций. Агорофобия. Все. Агорофобия – стратегия ясна, да, всем? От метра до ста. Дробим. Понятно, да? Дальше поехали. Навязчивые мысли, ритуалы. Окей, идем дальше. Есть такая проблема, где нас присутствуют, где нас преследуют навязчивые мысли. О чем-либо. Сейчас не важно, о чем. Давайте понимать суть проблемы. Суть проблемы такова. Очень просто. Ну, относительно. Сейчас тоже порисуем чуть-чуть. Надо понимать, что... Давайте записываем. Значит. В норме есть три категории мыслей в человеческом, вообще, мозгу. Я буду приводить пример. Это мысли важные, мысли промежуточные и мысли фантазийные. Фантазийные мысли приходят в голову каждому человеку. Это с детства. Ну, например, выйти на балкон, плюнуть, посмотреть, как слюна полетит. Там, а что, если я полечу вместо слюны, и как я разобьюсь, там, да? А что, если я? А что, если? Обычные фантазийные мысли приходят в голову каждому человеку, который видит девочку на улице. Ой, я бы ее бы там, так и сяк. Или девочка, которая видит мальчика на пляже. Ой, я бы с ним, вы. То есть, это любые фантазии, которые приходят нам в голову. Это нормально, абсолютно. Вторая категория мыслей – это промежуточные. Чтобы понять, что такое промежуточные мысли, посмотрите сейчас на свою квартиру. Быстренько. Просто посмотрите на свою квартиру. Быстро там, буквально 2-3 секунды. И вернитесь обратно к монитору. Посмотрели? Вот вы же не получали задание оценить цвет, форму, дистанцию. Не получали. А ваш мозг оценил сам цвета, форму, объем, дистанцию. Понимаете? Такие же промежуточные обработки идут тогда, когда вы, например, бежите. Или когда вы ходите. Вы же не задумываетесь по расстоянию. Когда вы ведете машину, помните? Вы знаете дистанцию, вы знаете некоторые нюансы. Это автоматические промежуточные мысли, которые вы не обрабатываете. Они сами обрабатываются. Но вы об этом не думаете. И есть важные мысли. Смотрите. Например, у вас завтра в 12 часов встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. Вас награждают за заслуги перед Отечеством. И вы говорите, блин, это для меня важно. Мне нельзя опоздать. Важная мысль? Важная. Вот смотрите, пишем. Когда у вас в голове возникает важная мысль, головной мозг, а точнее, кора головного мозга, а именно ее лобовая, лобная часть, начинает обрабатывать эту мысль в двух основных сферах. Первая сфера, пишем, это логика, вторая, это контроль. Логика и контроль присущи только важным мыслям. Если мысль промежуточная, там логики контроля нет, там все автоматически. Если мысль фантазийная, то там тем более нет логики контроля, это просто прикол. Но когда вы говорите, что это важная мысль, и она становится важной, включается логика и контроль, пишем, внимание, это очень важно, внимание. Важная мысль головным мозгом интерпретируется только насыщением ее эмоций. Промежуточная мысль, когда вы смотрели на комнату, эмоцию вызвала нулевую. Страшилка, которую вы там фантазировали про девочку, про мальчика, про то, куда ее и как, это тоже, как правило, сильную эмоцию не вызывает. Ну так, юмористическую. Но важная мысль, что вас завтра в 12 ждет Путин, вызывает у вас эмоцию. Эйфория, страх, беспокойство. Любую эмоцию, она не облажается, естественно. Это страх. Пишем, важная мысль становится важной только тогда, когда она насыщена эмоцией. Причем такое, знаете, ребят, эмоция нехилой. Понятно? Всем это понятно, что важная мысль становится только тогда, когда она эмоционально окрашена. Причем еще вы в это верите. Теперь смотрите, что происходит. Вы говорите, в 12 надо быть в Кремле. Как включается логика? Логика включается очень просто. Что надо сделать, чтобы не опоздать? надо встать в 8, правильно? И поехать так-то, так-то. Согласны? Как включается контроль? Чтобы встать в 8 и поехать так-то, так-то, надо проверить маршрут и поставить желательно, Владимир, 3 будильника. А желательно попросить жену меня разбудить для контроля. Да? Всем понятно? Не спать – это тоже контроль. Я не буду спать, чтобы не проспать. Это тоже механизм контроля, потому что для вас это важно. Отлично. Вот тут очень важный тезис. Смотрите. Как только мысль становится для вас важной, то бишь насыщается эмоцией, включается логика и контроль. И вот тут возникает «Уснуть не можешь», опять же, контроль. Я не буду спать, потому что я не должен проспать. Подождите чуть-чуть, не отвлекайтесь. Теперь смотрите, как формируется ОКР в обсессивной ее структуре. Внимание. Бывает так, что человек испытывает повышенную тревожность. Допустим, я не должен быть плохим мальчиком или я не должна быть плохой девочкой. Это формируется с детства. Это как раз вот здесь. Это формируется здесь. То есть, если хотите, по честноку, то формируется ваша проблема вот так. Детство, в результате которого формируется невротическая личность. Невротическая личность взаимодействует с миром, ввиду чего формируются симптомы. Детство нам нужно для того, чтобы осознать, как сформировалась невротическая личность, чтобы ее поменять, а не симптомы ваши. Я вас учу размахивать перед газами, чтобы снимать хоть как-то вот это на первых порах. Но моя терапия будет заключаться прежде всего вот здесь. Детство мне нафиг не надо, потому что я его поменять не могу. Мне детство ваше нужно для того, чтобы вы поняли, как вы сформировались. Понятно, зачем нам детство нужно будет в нашей с вами терапии? Чтобы понять, какого оловянного я стал таким товарищем. Почему я так думаю? Почему я так себя веду? И почему я так себя чувствую? Ваши симптомы тоже мне не очень нужны, как и детство. Мне, ну, симптомы это лишь следствие. Вот есть упражнения, которые просто помогают это осознать, спровоцировать, усиливать, не избегать и так далее. И все, симптомы более-менее редуцировали. Но сама по себе проблема не уйдет, потому что вы как личность невротическая. А невротическая личность вы потому, что есть детство, в котором формируются стратегии, чтобы не быть плохим мальчиком перед папой, я буду себя вести так невротично. Чтобы оправдать доверие родителей, я буду себя вести так невротично. Чтобы все-таки сказать, что я все-таки на что-то способен, я буду вести себя так, А почему? А потому что в детстве было так, что, ну и так далее. И те психологи, которые считают, что детство ни при чём, это детский сад. Ну, это даже не обсуждается. Значит, да, вот это надо понимать. Ну, есть, там, нет, психологи знают, что детство при чём. Есть просто пассажиры, которые считают, что это не важно. Ну, видимо, они имеют на это право. Значит, да, поехали. Подожди. Ритуал и потом. Итак, что происходит с навязчивой мыслью? Ребёнок изначально считает себя плохим человеком. Ну, допустим, я плохой мальчик. У этого нашего ребёнка формируется, естественно, убеждение. Я не должен быть плохим. Ну, например, да? Я не должен быть плохим. Исходя из этого, у него вся концепция невроза. Надо жить так, чтобы быть хорошим. А теперь представьте, что в один момент времени происходит череда ситуаций, которые усиливают нетно-психическое напряжение. И его мысли о том, что я не должен быть плохим, становятся важными. Только бы не быть плохим. Включается логика и контроль. А как я могу быть плохим? И все... Вот тут возникает парадоксальная проблема. Смотрите. Если одно время у обычного человека у нас мысли, вот, допустим, смотрите, важные, промежуточные и фантазийные, да? Вот важные мысли обрабатывались только логикой, логика и контроль, да? То у человека, у которого есть глубинная структура, только бы не быть плохим, только бы, только бы, у него в один прекрасный момент фантазийные мысли о том, что он может делать или хочет. Они резко могут стать важными. Именно поэтому обсессии являются такими порой смешными. А вдруг я задохнусь от встречного ветра? И он в это верит. А вдруг я умру от прокисшего творога? А вдруг я стану маньяком? А вдруг я всех убью? А вдруг я спрыгну? А вдруг я сойду с ума? Потому что он не знает, что он свои фантазии обычные начинает трактовать как важные, потому что он насыщает их эмоции, только бы не быть плохим. А эта фантазия, становясь важной в голове, становится обрабатываться логикой и контролем. А что мне надо сделать, чтобы не сойти с ума? А что подтверждает то, что я схожу с ума? А что мне надо сделать, чтобы не замочить там народ? И начинается логика. А логика, к сожалению, играет с ним здесь злую шутку. А где ты был вчера? А что ты делал? А почему ты об этом думаешь? Ой, а если у тебя паническая атака, наверное, это уже первый признак? И начинается совершенно левое логическое заблуждение. И его страшилки ему кажутся реальными. Что да, действительно, я могу, я же об этом думаю. А затем начинается контроль. Чтобы не быть таким, я не должен выходить на улицу. Я не должен взаимодействовать с людьми. Я должен убрать все ножи. Я должен убрать все это. И начинаются ритуалы. Чтобы не, я должен. Понятно, как формируется ОКР? Мысль, страшилка под действием «только бы не быть плохим» становится слишком важной. И начинается ошибочная логика и контроль того, что является иллюзией. Над тем, что стандартные люди скажут «ну фигня какая в голову пришла». Для него это не фигня. Для него это метафора «только бы не быть плохим человеком». Надо проверить, перепроверить, переперепроверить, перечистить, перемыть, перекрыть, перезакрыть, передергать, перешагнуть. Потому что для него фантазийная мысль «только бы не быть плохим», отвечающая на вопрос «а как?». Теперь понятно, почему ритуалов и обсессий много? Потому что это иллюзия, которая становится важной. А почему она стала важной в ее голове? А потому что для моего клиента с детства важно быть хорошей. И важно быть хорошим. А дальше просто-напросто это вопрос времени. Когда что-то спровоцирует эту проблему? Бывает так, что это провоцируется сразу с детства. Бывает так, что это провоцируется в какой-то ситуации. А дальше тревожная мысль о том, что «я не должен быть плохим», материализуется лишь в фантазии. «Чтобы не быть плохим, я не должен». И логика. А логика человеческая играет с ним жлую шутку. Вот у животных нет логики, и у них нет УКР. А у человека есть логика, поэтому есть УКР. Вы видели когда-нибудь самку с УКР? Какую-нибудь там тигрицу? Не увидите. Потому что у тигрицы логики нету. А у человека есть. И его логика заводит его как раз в тупик. Если я думаю о девочке, значит я маньяк. А если я маньяк, я же плохой. А, батюшки. А если я смотрю на ножи, к чему бы это? А почему я смотрю? А если я вот это хочу? Ой, я же об этом подумал. Ой, а я где-то... И вот тут, к сожалению, нам мешает форум. Вот нам, людям, которые работают с пациентами, мешает интернет-форум. Почему? Потому что там люди, имеющие тревожную основу, подкрепляют свои фантазии. Ведь если у Женьки так, то и у меня так. А если там столько людей, значит я больной. А там же дебилов же много сидит, понимаете? Они же могут просто поиздеваться над людьми. Они же могут просто поприкалываться. И вот форумы начинают подкреплять эту проблему. Ой, и у меня так, и у нее так. А что же делать? А делать нечего. Это не лечится. Это все ужасно. Одни шаглатаны. Это все за бабло. И начинается безвыходность, которая только усиливает напряжение. Значит, как работать с навязчивыми мыслями? Понятно примерная логика, как работают навязчивые мысли? Мысль фантазийная становится важной и начинается обрабатываться логикой и контролем. Ритуал – это следствие контроля, что надо сделать, чтобы не быть плохой. То есть, чтобы эта важная мысль не сработала. Хотя она объективно никогда важной не была. Она была фантазийной. Теперь смотрите, что надо делать. Пишем. Техника работы с ОКР. По поводу мыслей. Сначала начнем с обсессий. Значит, основная стратегия заключается в том, что клиент должен понять то, что я вам сейчас объяснил. Это первое. Второе. Он должен понять, что мысль не материальна. Вы не знаете о том, что фильм «Секрет» и последующие издания фильмов «Секрет» увеличили продажу прозыка и валюма на 80%. Вы не знаете о том, что вся фармакоиндустрия Америки очень сильно работает на популяризацию антидепрессантов. Для чего? Для того, чтобы нация была в определенном психоэмоциональном состоянии. Фильм «Секрет» несет, конечно, некоторую хорошую вещь. Но проблема в том, что многие люди посчитали, что мысль действительно материальная. И это является проблемой. Они считают, что если он думает об этом, оно может материализоваться. Это не так. Мысль не материализуется. Давайте начнем небольшое отклонение о том, что такое мысль. Мысль – это сочетание слуховых и зрительных образов из предыдущего опыта. Запомнили все? Это сочетание звуковых и визуальных образов из предыдущего опыта. Попробуйте мне сейчас ответить. Подумайте, пожалуйста, про себя. Представьте себе яблоко зеленое. Вы его сейчас видите в голове. Оно зеленое, такое, как мы его раньше видели. А теперь представьте себе в голове, пожалуйста, синхрофазотрон. Синхрофазотрон. Представьте, пожалуйста. Ну, те, кто видел синхрофазотрон, наверное, его представят. Те, кто синхрофазотрон никогда не видел, они его не представят. Понимаете? Иными словами, вы никогда не сможете думать о том, что вы не знаете и не видели никогда. Второе упражнение. Смотрите. Представьте вот это зеленое яблоко на вкус. Какое оно? Представили? Это ваша память. Вспоминаем. Ваши железы вспоминают, рецепторы вспоминают ощущения, потому что вы яблоко кушали. Представьте себе на вкус песок на юге Гоа. Не, ну, Юль, если вы кушали песок на юге Гоа, то вы можете представить. Те, кто песок на юге Гоа не кушал, не знают. Те, кто не летал на море, не знают вкус соленого ветра. Те, кто не был, допустим, не наступал на ежа морского в Египте, не знают какие-то ощущения. Понимаете логику? То есть, логика очень проста. Вы не можете думать и представлять о том, чего у вас нет, какого опыта у вас не было. Отсюда вывод. Мысль – это сочетание звуковых и зрительных образов из предыдущего опыта. Это первый тезис. Это не фантазия. Это просто сочетание. Теперь следующее. Это тоже фантазия. Это ваша догадка. Второй тезис. Мысль никогда не способна материализоваться. Это научно доказанный факт. Бывают совпадения. Но они не укладываются в математическую пропорцию, в корреляцию и в теорию вероятности никак. И иногда совпадения играют с нами злую шутку. Чтобы понять эту ошибку, очень просто. Допустим, многие думают, что страх материален. Страх абсолютно не материален. Возьмем такую фобию, как аэрофобия. Сейчас в небе несколько десятков тысяч самолетов. Серьезно. Посмотрите, флайт-радар, сколько сейчас самолетов в мире. Огромное количество. Но вы должны понять, что в каждом самолете как минимум половина людей боится сейчас лететь. И еще 30% уверены, что самолет разобьется. Если сейчас всех посчитать, людей, которые уверены, что сейчас самолет у них разобьется, это несколько десятков тысяч человек. Но от этого самолеты не падают в таком количестве. То есть, их страх, даже если они будут лететь всем самолетом и материализовать авиакатастрофу, это не произойдет. Мысль и ваш страх не материализуют то, что вы боитесь. Да в России не страшно. То же самое все. Просто в России страна большая. Страх не материализуется. От того, что вы будете думать, от этого и оно не происходит. Третий тезис. Поехали. Мысль. То есть, первое, что такое мысль, мы поняли, это образы и фантазии. Второе, мысль нематериальна. Вот это самое главное. Что у меня здесь еще? И третье. Если вы думаете о какой-то фантазии сексуального характера и еще какого-то характера, это не говорит о том, какой вы человек. Вот это очень важно. Это не говорит о том и вас никак не характеризует. Вы можете думать о чем угодно. Вам в голову может прийти все, что угодно. Это никак вас, как личность, не характеризует. Это не говорит о том, что вы маньяк, насильник, педофил, убийца, извращенец и так далее. В голову может прийти фантазия совершенно разная. Поэтому пишем упражнения с навязчивыми мыслями. Первое. Мысли никак нельзя осуждать. Вы не должны осуждать себя за те мысли и за те фантазии, которые приходят вам в голову. Это фантазии. Они есть у каждого человека. Внимание, вопрос. Кто себя осуждает за эти мысли? Осуждает себя тот, у которого в структуре невротическая проблема под названием невроз. Да не я. Кто тот человек, у которого есть невротическая проблема? А почему вы осуждаете себя за свои... Да подождите, я не спрашиваю. Почему вы осуждаете себя за эти мысли? Потому что у вас есть детство, где написано у вас в голове, только бы не быть плохим. И ваши мысли, и чувства вины туда же, и ваши мысли являются косвенным как бы доказательством, что вы можете быть плохим. Вы же об этом думаете. Я думаю о сексе с двумя девушками одновременно. А, это же ужасно. Как мне эта мысль в голову пришла. Да вы что? Что же я подумала? Ой, а сегодня мой начальник пришел в обтягивающих джинсах. Я посмотрела ему на ширинку. Караул какой! И начинается, понимаете? Потому что вот это и является главная проблема. У вас есть главная невротическая структура, только бы не быть плохим человеком. А дальше ваши мысли начинают как бы вам это доказывать. Вот видишь, ты подумала. Вот видишь, ты вдруг. Итак, не отдаляемся. Первое. Нельзя осуждать свои мысли. Второе. Нельзя их бояться. Вот это понятно? Упражнение. Очень важное. Ну и самое главное. Кто помнит физику раздел «Механика»? В физике в разделе «Механика» есть одна из векторных сил. Она называется силой трения. С векторным коэффициентом. Если вспомните классическое определение силы трения, там есть формула о коэффициенте сопротивления, силам, массе тела и так далее. Не будем сейчас даваться физические особенности, но вы должны понимать, что в психике работает примерно та же векторная сила. Чем сильнее вы сопротивляетесь, тем сильнее работает сила трения. Понятна логика? То есть, если вы осуждаете свою мысль и говорите «Только бы не думать об этом, потому что это типа плохо», напряжение усиливается. Понятна всем логика силы трения? Если вы говорите «Только бы не», оно тяжелее. Если вы говорите «Да, окей», оно пропадает. Проще говоря, вам надо смазать ваши мысли. Смазать их очень просто. Просто разрешите думать о том, что приходит вам в голову. «Да, я думаю о сексе с двумя девчонками». Ну да, бывает, что. Ну, бывает. Это не говорит о том, что я плохой человек. Да, я вот как-то, мне понравился там вот этот парень, если вы парень. Ну, не важно. Ой, если вы там. Ну, не важно, кто вы. Да, да, это бывает. Ну и что? То есть, должна быть просто нулевая. Нулевой коэффициент сцепления. В физике так говорят. Нулевой коэффициент сцепления с вашими мыслями, с вашими реакциями, эмоциями. Не надо осуждать себя за какие-то мысли. Нулевой коэффициент. «Да, у меня была такая мысль, я там ее так-то и так-то». Ну и что, ну бывает. Ну да. «Да, я подумал об этом. Да, я подумал о балконе. Да, я подумал». Это сложно будет даваться тем, у кого в неврозе есть основная структура. «Я не должен быть плохим». Потому что, когда вам приходят мысли «А если ты?», внутренний конфликт заключается в том, что ты не должен быть плохим, а подумал об этом. Значит, ты типа плохой. Но это не так. Поэтому рациональный ответ заключается в том, каждый человек имеет право подумать, о чем он хочет. И я не буду запрещать себе это. Разрешите себе думать о любом вреде, который вы себе нанесете. Не нанесете. Просто разрешите мыслям течь в вашей голове, и просто, чтобы коэффициент сцепления был нулевой. Как только вы дадите право, да другим тем более. «Ну да, я подумал о том, что я вас сейчас всех перестреляю, пошлю на три буквы». Ну да, бывает. Вы должны понять, что ваши мысли, Таня, никаким образом не материализуются. У меня в скайпе, посмотрите, сколько контактов. Кому сейчас не в лом, зайдите, пожалуйста, в скайп, у кого я есть. Пожалуйста, сейчас всех прошу, у кого-нибудь. Кто есть в моем скайпе? Кликните на мою иконку, посмотрите, сколько у меня контактов. Вот прямо сейчас. Это мой рабочий скайп. Пожалуйста. В скайпе, там, где иконка у меня, Алексей Красиков, там можно кликнуть и посмотреть контакты. Сколько у меня контактов в рабочем скайпе? Ну, у кого есть? Наверняка у 70 человек есть. Кто-нибудь, я, в скайпе есть. Просто скайп, там, где моя иконка, кликаете. У меня. Кликаете на мою иконку, там, где Москва, адрес. Посмотрите, там написано, будет количество контактов. Вот. Спасибо, Лен. В моем рабочем скайпе, Таня, 917 человек. Из этих 917 человек еще никто не умер, не причинил никому вред, не убил никого, не описывался, не окакался и не сошел с ума. Это о чем-то говорит? Даже по методу вероятности кто-нибудь бы это сделал. Не сделали. Потому что человек, который имеет психотическую структуру, Тань, не боится этого. Он этого, по-другому к этому относится. У него реальность совершенно в другой сфере. Мои клиенты, и если ты боишься этого, значит, ты этого не сделаешь. Поэтому отсюда третий вывод. Третий вывод. Если я боюсь причинить вред людям, или если я чего-то боюсь, это значит, что я точно этого не сделаю. Не бойся. Это значит, моя психика тестирует реальность, мои защитные механизмы замечательно работают, мне надо просто расслабиться, успокоиться. У меня просто есть детство, о котором мне говорил Красиков. В нем есть определенная структура, только бы не быть плохой, благодаря взаимодействию с мамой и папой. И там меня мама и папа, видимо, немножечко так это, специфически ко мне отнеслись. Из-за этого у меня есть структура, только бы не быть плохой, и мой страх причинить вред людям, это просто квинтэссенция этого воспитания. Не более. Я, наоборот, боюсь причинить вред людям. Я, наоборот, боюсь быть плохой. Я воробья-то не обижу. А я себе придумала. Да вы можете бояться чего угодно. Да? Да. Ну, слушайте, всякие случаи бывают. Вот ваш страх причинить вред и быть плохим, это непосредственный результат вашего воспитания. Понимаете? Вот это очень важно. Теперь по поводу навязчивых мыслей понятно. Нулевой коэффициент сцепления. Главное упражнение. Не бойтесь. Не бойтесь. Упражнение от боязни причинить вред мыслям я уже сказал только что. Поймите, что это все страх быть плохим. Разрешите себе это понимать. Разрешите себе просто-напросто с этим жить. Да, я боюсь быть плохим. Да, я такой человек. А мои мысли это всего лишь материальная компонента, которая заставляет меня неправильно думать. Мысль нематериальная. Пересмотрите, переслушайте то, что я сейчас вам говорил. Дальше. Ритуалы. Отсюда вытекающие. Ритуал является следствием контроля. На страх заразиться то же самое. Все, ну неужели непонятно. Вопрос. Как я буду плохой, Лен? Я вам могу сотни вариантов перечислить, как вы можете бояться быть плохой. Заразиться, заразить, убить, убиться, причинить вред, описаться, окакаться, сказать какие-то плохие вещи и так далее. Сотни вариантов комбинации. Лена, я могу вам представить, как вы будете плохой. Ваш мозг выдает тысячи вариантов, как вы можете быть плохой, если у вас в структуре невроза, и эта структура стоит. Только бы не быть плохой. Итак, идем дальше. Ритуалы. Отсюда вытекающая проблема с компульсивными ритуалами. Что мне надо сделать, чтобы не быть плохой? Что мне надо сделать, чтобы быть хорошей? Когда у нас есть невротическая структура, только бы не быть плохой, очень сильное напряжение возникает в организме. Его надо куда-то, как говорил Фрейд, канализировать или сублимировать. И мы его часто, вот наши пациенты такого уровня, пытаются сублимировать в некие три действия. Это тоже рефлекс, типа подергал, подергал, стало легче. Вот здесь есть две стратегии, пишем. Первая и вторая стратегии. Но, ребята, я вам рассказываю эти две стратегии и должен сказать, что старайтесь все-таки эти стратегии применять, когда вы работаете с психотерапевтом. Потому что есть две стратегии, которые немножечко себе противоречат. И подобрать стратегию должен психотерапевт вам лично. Либо попытайтесь аккуратненько для себя это попробовать. Стратегия первая. Работа с ритуалом. Стратегия, опять же, с парадоксальной интенцией. Допустим, вы боитесь проверяете ручки машины два раза. Ваша задача проверить ручку машины два раза. Когда вы успокоились и готовы пойти домой, надо проверить еще раз ручку машины. и еще раз проверить. Проверили. И еще раз проверили. И еще десять раз надо проверить. До тех пор, пока вы уже не будете над этим смеяться. Или, например, и делать это каждый день. Или, например, вы проверяете газ перед тем, как выйти на улицу. И делаете следующее. Вы проверили газ и готовы уже уйти. Спускаетесь к подъезду. Возвращаетесь. Опять проверяете газ. Хоть и не хотите. Затем опять уходите. Проходите 50 метров от подъезда. Опять возвращаетесь. Опять проверяете газ. Хотя вы этого не хотите. Затем отходите 100 метров от подъезда. Возвращаетесь. Опять проверяете газ. Чувствуете себя полным дебилом в этот момент, это хорошо. Возвращаетесь, опять доходите до остановки, опять возвращаетесь, проверяете, как минимум 4 раза. В этот момент вы будете чувствовать себя полным идиотом, и это радует. Вот таким идиотом надо себя чувствовать примерно неделю, возвращаясь по собственной воле. Через некоторое время вы заметите, что у вас уже позывов проверять газ даже первый раз не будет. Вы его проверите один раз и пойдете дальше на работу. Это очень хорошая методика, которая работает в большинстве случаев. Именно таких вот технических проверок. Есть вторая методика работы с ритуалом. Она более методичная. Допустим, ритуалы чистоты или ритуалы некоторого другого характера. Здесь стратегия достаточно сложнее. Она дается, поэтому часто приходится присутствовать на самих экспозиционных занятиях. Называется она опять же из истории агорафобии, из истории от простого к сложному. Ну, допустим, клиентка боится испачкать руки и моет руки постоянно, потому что считает, что когда она берет какие-то вещи, ее руки становятся грязными. И грязными руками она уже ничего докоснуться в своей квартире не может, пока их не помоет. Как здесь работает когнитивно-поведенческий терапевт? Значит, просит клиента испачкать руки. Ну, условно, да, испачкать там обо что-то там. Допустим, об шторы, смотрите. У меня руки сейчас чистые, я их помыл. Я говорю, испачкай руки. Вы их берете так вот, да, там, условно говоря, там. Твои руки грязные сейчас? Да, мои руки грязные. Что ты хочешь? Я очень хочу их помыть. Мне тревожно. И я беру и делаю следующее. Я говорю, Леш, вот у тебя руки грязные. У тебя тревога там сильная, да, на 100% условно, да. До чего ты можешь сейчас дотронуться? Не до чего. Не надо их помыть. Я говорю, давай попробуем до чего-то дотронуться. Ты можешь дотронуться до краешка стола? Ну, давайте я вот так буду имитировать, окей? А, ну, как будто моей руки здесь нет, только ладно, вот так вот. Ты можешь дотронуться до краешка стола? Я попробую. Вперёд и дотрагивайтесь до краешка стола. Мне страшно. И вот так потихонечку начинаете потихонечку. Ты можешь положить руку на клавиатуру? Нет, не могу. Попробуй, не бойся. Дотронься. Начинаются там слёзы, начинается страх. Держи руку, не бойся. Ты дотронулся. Что ты сейчас хочешь? Я хочу помыть клавиатуру. Положи вторую руку, не бойся. Да что ты можешь дотронуться ещё? Давай теперь я дотронусь там. Терапевт дотрагивается. Ничего страшного. Видишь? Ничего не происходит. И так потихонечку, шаг за шагом вы начинаете трогать. Для чего? Потом начинаете трогать там потихонечку уже себя. Наша задача дать человеку понять, что его иллюзия грязных рук от того, что он потихонечку начинает что-то трогать, никаким образом не подкрепляется. То есть, ничего не происходит. Он же боится, что руки грязные, да, и что это ужасно, и им нельзя трогать ничего. Наша задача разрушить этот рефлекс. Наоборот, сталкивая его с тем, что он боится, шаг за шагом работая с этим. Это более сложная работа, ребят. Поэтому здесь очень часто присутствие психотерапевта самого очень важно. Да, потому что порой люди, вот у них есть задание, вот они не могут положить руку. Я говорю, я не могу. Если я сижу рядом, я говорю, давай я положу, положи руку со мной. Он положит. Да? Или, допустим, там... Есть еще одна стратегия. Допустим, ритуалы переставления стаканов, чашек, перешагивания. Здесь есть... Нет, руки не мыть. Ну, вот тут нужно очень тонко чувствовать человека. Смотря что он боится этими грязными руками делать. Вот теперь послушайте, да, Володь? Есть третья стратегия. Вот не помыть руки или не переставить чашки и не перешагнуть и продолжить делать то, что вы делаете. Первое время вам будет очень тяжело. То есть, допустим, я не могу взять кружку грязными руками. Я говорю, возьми. Надо взять. Чего ты не можешь? Я не могу выпить. Выпей. Не могу. Выпей, выпей, не бойся. Выпей, давай, давай, давай. И вот это надо повторять несколько раз. Или, допустим, я сейчас хочу перешагнуть 20 раз, прежде чем выйти из комнаты. Не перешагни, выйди и увидь, что ничего не произойдет. Логика какая? Логика простая. Ты должен не сделать ритуал и увидеть, что от того, что ты его не сделал, ничего не поменялось. Потому что это, опять же, рефлекс. Человек думает, что если он что-то сделает, то ему станет легче, потому что что-то там изменится. Ну, типа того. То есть, он считает, что если он посчитает, допустим, перед тем, как взять молоко, он посчитает коробки и возьмет четный номер, то типа это молоко будет правильным. Надо перестать считать, взять первый попавшийся и попробовать его пить. Тогда мозг поймет, что вот эта вот навязчивость со счетом абсолютно просто лишняя. Понятна логика? Вот эти последствия, как раз надо увидеть, что, Володь, эти... Иван, надо увидеть, что эти последствия не наступают от того, что вы не сделали ритуалов. Всем понятна логика науки здесь? Человек думает, что надо что-то сделать, тогда не будет. Надо наоборот сделать и увидеть, что не будет того, что он боялся в ритуалов. Итак, подведем итог. Еще раз, слушаем сейчас все внимательно, вопросов пока не задавайте. Мы выходим за регламент, как обычно, ну ладно. Горло болит уже, жутко. Значит, смотрите, подводим итог. Надо понимать, что есть детство. В этом детстве формируется невротическая черта или невротическая личность. Она формирует невроз. Невроз – это характер или черта личности, в который входит специфика думать, выражать эмоции, принимать решения и вести себя определенным образом. Вот это называется неврозом. Симптоматика невроза возникает не у всех, хотя невроз изначально есть у каждого. У каждого есть детство и у каждого есть конгломерат невротических черт, потому что мы все воспитаны, простите, не в Тибете, не в Хромосале. Мы все воспитаны нашими невротиками, то есть родителями и нашими бабушками, потому что мы априори невротики, потому что мы так воспитаны. Но симптомы невроза проявляются не у всех. Почему? Хотя проблемы и сложности есть у каждого в жизни. Потому что те ситуации, с которыми столкнулись вы, для меня абсолютно не попадают в концепцию моего невроза. То есть мое детство и мои убеждения не являются схожими с теми проблемами, с которыми столкнулись вы. А для вас, те проблемы, с которыми столкнулись вы, очень попадают как ключ к замку, к вашим убеждениям. Именно поэтому, если три девочки, возьмем, и все три сломают ноготь, одна девочка сломает ноготь, расстроится, никуда не поедет и пойдет домой плакать. Вторая девочка, сломавшая ноготь, расстроится и будет прятать его весь день под курткой. А третья девочка, сломав ноготь, поедет дальше с вами, ну фигня какая. Одна и та же ситуация интерпретируется по-разному. Именно вот здесь-то и есть ответ, что от того, что заложено в детстве, и формируется невротическая личность. И от того, как эта невротическая личность будет реагировать на обстоятельства, и будет зависеть, будет внутренний конфликт или нет. Если ситуации попадут в личность, конфликт будет. В результате конфликта образуются симптомы телесные, эмоциональные, поведенческие. Бывает так, что человек всю жизнь очень невротично себя ведет, невротично себя, невротично работает. Красная медаль, золотая медаль, красный диплом, лучшая работа, лучший там этот, лучше, 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 лучше. Но нет симптомов. Потому что у него не появляются ситуации, в которых он идет в противоречие. А бывает так, что вот этот лучше, 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 лучше столкнулся с ситуацией, где он бах и не лучший. Бах, его подставили. Где работают факторы непродолимой силы. Например, там родители, муж, начальник, на котором не может влиять, а ему очень хочется, а влиять он никак не может. Внутренний конфликт. Но о внутренних конфликтах мы будем говорить чуть позже, более подробно. Тезис какой главный, поймите, что ваши симптомы, паническая атака, утяжеление панической атаки, избегание агорафобии, навязчивые мысли, перепутывание важных и неважных и ритуалы, является лишь следствием того невроза, который образуется внутри вашей психики. Конечно, с симптомами какие-то упражнения, там, поразмахивать этот газ можно, да, но мы должны понять, что прежде всего вот этот газ выражает ваш мотор. И работать мы будем туда. Работает с этим когнитивная терапия, потому что ищется убеждение, ищется и так далее. Но сегодняшнее занятие с симптомами. Итак, по симптомам, еще раз, тезисы. Паническая атака – это адреналин, это ваша ошибка, помнил, да? Подожди. Паническая атака – это ваше ошибочное понимание того, что происходит. 33 – провокация обесценивания. Туда, где было страшно. Через понимание. Пересматривайте вебинар еще раз, очень важно. Агорафобия. От подъезда к дальним дистанциям. Главное, чем вы должны руководствоваться, это знаниями и практическими упражнениями. Основное практическое упражнение панической атаки и агорафобии – это не убегать, не подкреплять, развернуться, пойти. Здрасте, я вам рад, называется, страху, да? Делайте, что хотите. Будете избегать лифта – никогда не научитесь ездить на лифте. Будете избегать торговых центров – никогда не перестанете туда ходить. Будете ходить в торговый центр с таблеточкой – ой, быстрее бы уйти, быстрее бы, быстрее бы выйти, быстрее бы выйти. Вот кто так ходит в торговые центры – быстрее бы уйти отсюда. Ой, быстрее бы, быстрее бы, где колесо, мое колесо? Мама, я скоро иду. Вот будете так себя вести – никогда не поправитесь. Надо прийти в торговый центр и сказать, ну где тот? Я пришла помирать. Давай. По-другому относиться к этому нужно. Будете быстрее попытаться убегать из маршруток, будете пытаться убегать из торговых центров – вы подкрепляете рефлекс. Так нельзя. Таблетки все выложить надо. Нельзя таскать с собой колеса, потому что как только колес не будет, будет трах. Это рефлекс. Выкладываем все таблетки и идем и топаем на экспозицию. По поводу мыслей. Понятно, да? Важные, примежуточные и фантазийные. Важные обрабатываются логикой. Бывает так, что поскольку человек в неврозе, слишком сильно надо быть хорошим, фантазии становятся страшными. Отсюда страшные становятся важными, да? Важные проверяются логикой и контролем. Это понятно? Контроль – это ритуал. Что надо сделать, чтобы не быть плохим? Это, опять же, ошибка. Доведи себя до абсурда. Или пойми, что если ты это не сделаешь, ничего плохого с тобой не случится. Вот и вся логика, которую я вам хотел донести. 29 числа будет трехчасовой семинар, можно сказать, конференция, где мы будем вот точно так же задавать мне вопросы в чате, и я буду отвечать. Сегодня все-таки мы говорили про симптомы. Скажите, пожалуйста, сегодня вы получили информацию по упражнениям, по работе с симптомом, и почему эти симптомы у вас возникают? Что вам сегодня не хватило? Будет вебинар 29-го в записи, да. Дереализация – это отдельная тематика. Сегодня мы не… Ну, смотрите, подождите, стойте. По поводу дереализации. Значит, дереализация – это еще один защитный механизм психики, который опять так же работает как симптом, но не как первопричина. Упражнений на дереализацию нет и не может быть, потому что это защитные функции коры головного мозга, которые отказываются видеть ту реальность, в которой вы находитесь. Реальность не моя, она слишком для меня либо тревожная, либо слишком претензионная. Соответственно, упражнений на дереал и деперс нет. Нет, нету упражнений. Соответственно, есть там гештальт и осознавание здесь и сейчас, фигура, фон, можно сосредоточиться, что я сейчас в реальности, но, честно говоря, я не использую эти упражнения. Если вы найдете человека, который их знает, пожалуйста, я таких упражнений не знаю. Я в своей концепции, в своем институте знаю лишь одно, что те упражнения, которые работают, я вам рассказал про вот эти расстройства. Деперсонализация и упражнения осознавания себя сейчас, ну, наверное, да, в гештальте, но основная проблема дереала в том, что человек живет в своей жизни так, что его очень многое не устраивает. И вот это внутреннее напряжение настолько сильно начинает отражаться на его функциональности, что у него начинает астонизироваться вот это все окружение. Поэтому упражнений тут не будет, а единственное, что нужно заниматься с психотерапевтом, чтобы понять, что же тебя имеет. У меня были клиенты, с которыми мы достаточно долго занимались, для того, чтобы понять, что же происходит в их жизни, что вызывает дереализацию. И еще работали для того, чтобы конкретно принять решение. Потому что осознать причину дереализации нелегко, и еще больше нелегко поменять что-то. У меня вот была клиентка, которая достаточно долго пыталась вот что-то сделать, у нее не получилось. У нас терапия оказалась неуспешной в дереализации. Потому что слишком много претензий к окружающему миру, и к этому миру отношения менять мы не хотим, и к этому миру отношения менять очень сложно, а я не могу человека заставлять. Соответственно, пока человек не примет определенные позиции к этому миру, пока человек не примет, что люди могут быть разными, что люди никому ничего не должны, то будет такое состояние. Поэтому дереализации техник нет. Есть только работа аналитическая. Да, таблеток с собой брать не нужно. Дыхательные упражнения. Да, есть дыхательные упражнения. Упражнения дыхательные есть следующие. Можно взять трубочку из-под коктейля и тренироваться дыханием через трубочку. Зажимая нос, понимая то, что дыхание через трубочку, допустим, зажимаете нос, берете трубочку и дышите минуту. Сначала вам будет показаться, что воздуха не хватает. Ваша задача дышать глубоко, спокойно, не поверхностно и коротко, а глубоко. Полный вдох, полный выдох. Если вы научитесь дышать полной грудью через трубочку, ваш мозг растормозится и бояться задохнуться вы не будете. В принципе, эти техники все еще собраны на DVD-диске, которые мы с вами для вас сделали. Когда планирую запись группы? Январь-февраль. Наличные только 12 человек, и все они пока в терапии. Не знаю, Коль, тут очень индивидуальный вопрос. Отношение к миру это такое... Я не знаю, что это имеет что-то по отношению к миру. Давайте немножечко вопросов позадаем и закончим. У меня очень горло болит. Как тренировать поездку из города? Я бы рекомендовал такими же дробями. Сила воли, выложил все, вооружился знаниями, Саш, да? Можешь взять телефон с видео лекциями с моими, многие так делают. Можешь записать на диктофон определенные какие-то эпизоды из видео лекции, вставить это в плеер и поехать. Но надо ехать, Саш. Останавливаться словами «как» не надо. Надо просто брать и ехать, и увидеть, что ничего с тобой не произойдет. Как относиться к чувству вины? Чтобы понять, что вызывает, надо сначала понять, что вызывает чувство вины, а потом когнитивно работать с чувством вины через те таблицы, которые мы для вас подготовили в когнитивном блоке работы на дистанционном курсе, либо придете в группу. Там как раз мы с этим работаем. Вопрос «как» относиться, ответа нет. Надо понять, что это вызывает, как это пропитывает вашу жизнь, и работать именно когнитивно. Ситуация, мысль, эмоция, реакция. Помните, я вам показывал ситуацию? Я стою там-там-там, мысль такая-то, эмоция, чувство вины. Чувство вины, как эмоцию вызвала мысль деструктивная. Надо поменять деструктивную мысль на объективную, тогда эмоция будет другой. Слушайте, я для этого и работаю, без выходных. За рулем сложнее, накрывает усиливательное. Многим за рулем становится лучше, потому что они концентрируют внимание. Если вам за рулем становится сложнее, мне больше интересно, почему именно за рулем. Руль и вождение автомобиля – это метафора ответственности, Иван. Скорее всего, для вас ответственность и какая-то гипертрофированное чувство контроля за эту ответственность очень важна, поэтому за рулем и усиливается. Нужно, чтобы вы со своим терапевтом проработали тему ответственности. Вот такая вот подсказка вам. Боря, это очень сложный вопрос. Реально. У меня 12 только мест, а желающих очень много, поэтому я делаю группы. Не знаю как, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Как? Не знаю, пока никак. Ну, приходите в группы, смотрите вебинары. Если вы приобретете все пять вебинаров и дистанционный курс, вам многое станет понятным. Но дождитесь группы. У меня, кстати говоря, будут очень много новинок. Я 29 числа буду представлять новинки на 2014 год. Там будут действительно очень важные новинки совместно с некоторыми людьми. Поэтому 2014 год будет очень таким продуктивным. Как быть с проверкой продуктов? Давление. Хороший вопрос. Значит, смотрите. Если вы проверяете давление, посчитайте, сколько раз в день вы его проверяете. У меня была пациентка недавно в группе, которая проверяла 50 раз в день давление. Работал я с ней так. Помимо проработки самого сути невроза, проведенческого упражнения у нее было такое. Сначала она должна была проверять 20 раз в день давление. Через 2 дня 15, через 3 дня 10, через 4 дня 8, через 4 дня 6, через 4 дня 5, через 4 дня 4. И в итоге мы пришли к 3 дня. Когда она заканчивала терапию, она проверяла давление 2 раза в день. Я считаю это успехом. Вот так. Старайтесь просто снижать дозу компульсии. Вот так, быстро ответ такой. Старайтесь снижать дозу компульсии. Нет, не прорабатывая ситуацию с клиентом при дистанционном курсе, у клиентов есть все таблицы, убеждения, они должны работать самостоятельно. Я не в состоянии прорабатывать все ситуации с дистанционными клиентами. Там есть все материалы для того, чтобы они прорабатывали. А некоторые клиенты не пишут в скайпе уточняющие вопросы, но они лишь уточняющие. Потому что все-таки там все есть для того, чтобы работать самостоятельно. Таблицы, описание, описание к видео, описание в методичках. Можно посоветоваться, но прорабатывать там, собственно говоря, нечего. Они сами прорабатывают. Если хотят. Есть клиенты, которые не прорабатывают. Я не знаю, для чего они покупают этот диск. Они просто сидят на него, смотрят и говорят, и чё? Я говорю, ну делай, чё? Ну открой методичку. А, вот примерно так. Ну, для этих людей бесполезно, наверное. Как работать со страхом, знакомиться с женщинами? Лёш, это слишком отдельный вопрос. Надо смотреть, почему. Если нет панической атакой уже давно, только постоянное напряжение. Один вывод. Да. Коль, вывод правильный. Работать с кихотерапевтом. И ещё упражнений. На что хочется ещё упражнений? Для чего? Да, Борь, я думаю, что в группе нет. За рулём отпускает, потому что у вас диаметрально противоположная проблема с другим парнем. Борь, мы же с вами знакомы. Я думаю, что группа действительно здесь уже не нужна. Я думаю, что здесь уже нужно просто дорабатывать это с психотерапевтом. Это правда. Больше, чем уверен. Потому что симптомы, они уже, ну, не так актуальны. Можно обратитесь к Максиму ещё раз послушать, конечно. Да, Юр, звон в ушах и резкое вздрагивание – это симптом, прежде всего, неврастении, астении. Когда мы вздрагиваем перед сном и когда мы проваливаемся, как бы, да, это такой момент, который, Юр, указывает на то, что вы где-то очень сильно переутомляетесь. То есть, возможно, вы переутомляетесь. Это либо связано с работой, либо это связано с тем, что вы находитесь в состоянии хронического стресса, и который долго не решается. И вот это вот состояние, оно показывает о том, что вам нужен отпуск и отдых. И психотерапии, безусловно. Нельзя. Я только что сказал, что некуда мне вас записывать. Ну, некуда. 12 человек работает, больше некуда. И 7 групп. Делаю для вас вебинары. То, что могу. Да, да. Да. Почему симптомы часто сменяют друг друга? Хороший вопрос. Потому что, когда работает невротическая конструкция, размахивать хорошо, пафосно упражнениями, которые исцеляют вас от ВСД, это смешно. Нет упражнений, которые вас исцеляют от невроза. И от панических атак. Итак, надо понимать, что симптоматика, она будет меняться и смещаться до тех пор, пока работает сама невротическая конструкция. Я вам дал основные основы упражнений, которые дают вам понять, что такое симптом и как с ним можно работать. Чтобы просто тревога понизилась. Но когда вы понизите тревогу за симптом и за страх, и начнете не избегать и идти и делать, вам действительно станет легче. Вы сможете передвигаться, но имейте в виду, что вам всегда придется пойти либо на групповую, либо на индивидуальную работу к психотерапевту, который поможет разобрать не только симптомы, вам уже не надо будет разбирать, а понять, что постоянно держит вас в напряжении. Вот это основная проблема. Будет этого у Максима запись, конечно. Можно совмещать. У меня есть клиенты, которые фанатично достаточно относятся. Они были на всех вебинарах, у них дистанционный курс, они работают в группе и, в принципе, молодцы. Просто ребята все разные, понимаете. Есть мальчики, девочки, которые за 2-3 месяца очень быстро понимают эту проблему. Ну, допустим, там девочка, да, есть, у которой есть очень... Там 2 месяца потребовалось, чтобы она очень четко поняла, что ее невроз начался тогда, когда она там, допустим, сдавала экзамены. В детстве у нее было такое, что родители постоянно там... Ты должна быть такой, ты должна быть такой, ты должна быть такой. Формируется определенная структура психики. Я не должна совершать ошибок. И буквально первые напрягающие моменты вывели ее в неврозную реакцию. Объяснив ей это, у нее быстро все закончилось, проработав отношения с родителями. Бывает так, что это затянуто очень долго. Бывает так, что это затянуто, ну, недавно, да, началось. Бывает так, что всю жизнь человек с этим неврозом живет, да. То есть, сроки терапии, они напрямую зависят от того, когда начались выходы симптомов. Честно вам могу сказать, по моему опыту проще и быстрее проработать то, когда чем раньше вы обратились, тем лучше. А если мне, допустим, девочка говорит, там, допустим... Девочка говорит, у меня это началось, там, год назад, два года назад, три года назад, то это просто. Когда мне говорят, это случилось 30 лет назад, и я все 30 лет не выхожу из дома, то, согласитесь, это, конечно, сложнее. Если у меня девочки, простите, 40, и она все еще с мамой ходит всю жизнь, то это, соответственно, тоже личностная проблема, да, уже не невротическая, а личностная. Соответственно, надо понимать, что есть проблемы невротического уровня, которые решаются достаточно быстро, а есть проблемы личностного уровня, которые тоже решаются достаточно долго. Есть проблемы пограничного уровня, которые, в принципе, сложно решаются, но можно вывести клиента на такую поддерживающую терапию, достигнув определенного улучшения и с этим улучшением его вести дальше. В большинстве моих случаев клиенты в 70% с невротической реакцией, еще в 30% с личностным расстройством. С пограничниками я не работаю, поэтому все, кто у меня занимается, это либо невротические, либо личностные товарищи. Личностные товарищи дольше работают, сложнее, они, как правило, пропадают в терапии, уходят, расстраиваются. Невротические клиенты, как правило, достаточно быстро начинают осознавать суть проблемы и работают. То есть личностные товарищи, они просто в структуре своей очень сложные, поэтому им очень нравится коллекционировать психотерапевтов, играть с психотерапевтами. Им очень нравится быть такими фанатами, поклонниками, да, там нету задачи лечиться, там есть задача так жить, поэтому обсуждать. Вот это вот товарищи, это вот любимые такие модераторы на форумах, это вот личностное расстройство, где нету структуры вылечиться, есть структура так жить. А есть большинство клиентов невротические, что такое невротический уровень. Случай, когда вы получили два года назад, смотрите, как определяется это. Вспомните вашу жизнь, пожалуйста, вспомните, пожалуйста, вашу жизнь без невроза, пожалуйста. Напишите мне, кто помнит свою жизнь без симптомов. Пожалуйста. Заявок не будет на 29-е, ребят. 29 декабря все приходят бесплатно, просто кликая на ссылку, вы сразу переходите. Заявок не надо, оплачивать тоже. Вот, смотрите. Когда вы помните жизнь без симптомов, то бишь, смотрите, как это было все нормально, я жил более-менее хорошо, было все хорошо, 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 а потом хренак, и в один момент мне стало плохо. Вот у кого так было? Жил нормально, 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 курил, бухал, танцевал, веселился, ходила, гуляла, танцевала, ходила в кино, работала, а потом хренак и накрыла. Вот за кого так было? Вот. Вот это хороший и очень показатель невротической реакции. Когда было хорошо, а потом в один момент времени случилась так называемая психотравма, которая вывела вас в невротическую реакцию. А бывает так, когда человек не может вспомнить, когда у него не было симптомов. У него всю жизнь были определенные реакции. И вот это как раз и есть личностная особенность. Это не говорит о том, что он плохой и больной. Это говорит о том, что он просто с детства имеет такие некоторые особенности, которые со временем просто усиливались или которые со временем просто стали ему очень сильно мешать. Такой человек корректируется просто подольше в терапии. Ему придется настроиться на... Ну, Александр Рамы считает, что 3-4 года. Я тоже так уже начинаю считать, что примерно да. Если это личностная проблема. Если это невротическая реакция, то до года. Если это личностное расстройство, то до трех. Записаться в группу можно в феврале будет. Ну, да, Катя, мы же с вами знакомы. Действительно, вы всю жизнь боретесь с этим вопросом. И, кстати, Катя, в среду увидимся в стандартное время. Вы писали, я переехал наконец-то, все хорошо. Алексей... Так, что эти, подождите. Да, работаю, конечно, в группе тоже. Ребята все разные. Есть невротические реакции, есть личностные. Они это видят, никто не стесняется. Это не значит, что он изгой, а все остальные нормальные. У всех одинаковая проблема, просто нет таких проблем. У меня были клиенты с личностными такими функциями, которые за шесть месяцев занятий в группе достаточно неплохо менялись. Были те, которым тяжело в группе меняться, они уходили. Были ребята, которые быстро в группе достигали результата, потом уже вот так вот, да. Были ребята, которые в группе достигли определенного результата, потом себя сами доработали. То есть, люди все разные. Поэтому... Но результатом в целом я группами доволен, иначе я бы их закрыл. ОК, частоты, упражнения, подробнее. Я уже рассказал. Что, переспрашивай, перерассказывай, что ли? Попробуй не помой и посмотри, что будет, либо начни трогать плавно. То есть, посмотрите еще раз, я не могу повторять. Ритуал совершения молитв. Лиза, тут надо повнимательнее поговорить, что это такое ритуал совершения молитв. Надо прояснить. Это, скорее всего, либо что-то ритуальное, либо, может быть, вас это успокаивает как-то, да. Смотря к чему вы молитесь. Если вам это помогает, замечательно. Главное, чтобы это было как-то адекватно. Спасибо, Наташа. Ну, не знаю насчет на глазах, но правда меняются, да. Не могу сказать, что меняются все 8 из 8. Наверное, 6 из 8 явно меняются, это правда. Да, по поводу спортивных кастов, это будет одна из новинок на 2014 год, действительно, ты угадал. Но одна из. Я буду параллельно еще помогать людям восстанавливать свое тело. Мальчикам и девочкам. Потому что у меня есть на это образование достойное. И бронзовый призер чемпионата России, моя квалификация, кандидата. Поэтому будем как раз работать сообща. И с психикой, и с телом. Я считаю, что это правильно. Что, Федя, к Максиму вопрос. Телесные зажимы, Юль, могу вам порекомендовать телесную терапию. Это может быть йога, это может быть пилатес, это может быть массаж. Или это может быть профессиональная телесно-ориентированная психотерапия Вильгейма Райхов. Обратитесь к телесным психотерапевтам, они очень хорошо работают с зажимами. А, помню, по-моему, ты у меня занимался некоторые два года назад, наверное, да? После шестой сессии ты опять работаешь в Мегаполисе. А, я помню тебя. Привет. Слушай, круто. Напиши мне ВКонтакте, поболтаем. А что ты сюда пришел? Вопросы какие-то остались? Я тебя помню. Шестая сессия, да, Мегаполис, что-то я вспоминаю. Если я не ошибаюсь, то это ты. По-моему, твой ник мне знаком. По-моему, я знаю, о ком я, о ком я, о с кем я разговариваю. Если это ты, напиши мне ВКонтакте, поболтаем. Коллегу смогу советовать, в 2014 году будут у меня коллеги, которых я смогу советовать. Пожалуйста. Про бессонницу вопрос. Оксана, бессонница – это показатель того, что есть невротическое переживание. Техник с бессонницами особо нету, да, можно попытаться просто расслабиться и разрешить себе не спать, но в нашей с Александром Аврамовичем практике бессонница, как правило, это латентная, скрытая такая тревога, которая не дает расслабиться и пытается что-то контролировать. Оксана, надо всегда понимать, что за этим стоит. Что стоит за тем, что тебя мучает, почему ты не можешь уснуть. Тут вариантов массу, да, примерно вот так. Отсюда же по поводу фармакологии, да, забыл сказать, что фармак... фармакология работает вот по этим верхушкам, смотрите. Она работает вот здесь, то есть она очень эффективно размахивает дым. Только она это делает за вас еще, прикиньте, как удобно, да. Вот тут-то вам надо упражнение делать самим, а колесо само. Почему американцы очень любят это? Взял розовенькую колечко, выпил, оно махает, дыма нет. Прикольно, да, так жить. Таблетки нет, дым повалил. Ой, как плохо. Опа, опять, да. Поэтому американцы очень... Там 10-ти миллиардный рынок этого дела, к сожалению. Но есть американцы, которые понимают, что психотерапия важна, а есть ленивые американцы, которые любят колеса. Но там просто очень сильное лобби. Вы не представляете, какое лобби в Америке продает фармакологию. Там могут назначать антидепрессанты просто для профилактики. Пожизненно. Не представляю. Вы придете, я хочу прозак. Ну, так вот для профилактики. Вам назначу. И будете пить его всю жизнь. Остались? Ну, позвони мне, напиши мне ВКонтакте, посмотрим, что там у тебя осталось. Федор, не знаю, о чем ты говоришь. Пожалуйста. Да нет, просто там очень сильное лобби. Там это образ жизни такой. Синдром отмена. Да, всегда был синдром отмена, поэтому из фармакологии надо всегда правильно выходить. Правильно входить и правильно выходить. Этим должен заниматься врач. Не человек, называющий себя в интернете врачом, мы знаем, о ком мы говорим. Аккуратнее, пожалуйста, предупреждаю всех. Не принимайте препараты, которые вам кто-то рекомендует в интернете. Это может быть реально. Мне очень много людей пишут про одного персонажа, который рекомендует людям фармакологию, будучи не врачом. Это нельзя. Можете очень сильно попасть со здоровьем. Потому что у многих фармакопрепаратов есть побочный эффект, галлюцинации и так далее. Очень сильные побочные эффекты. И многие препараты вам могут не подходить. Задача психиатра, когда он подбирает вам препарат, подобрать корректор. Когда вам рекомендуют в интернете какой-то препарат, вам не подбирает корректор побочных эффектов. Понимаете? Без корректора пить колеса это просто трандец. Поэтому подбирается персональная дозировка, смотрится ваша реакция. Если вам стало резко хреново, вам резко помогают, подбирают другой препарат с дозой корректоров побочных эффектов. Это делается в фармакологии, это делается в медицинских стационарах. Просто так, что вам посоветовал какой-нибудь еврей, прости господи, препарат в интернете, вам стало херово, но это ваша проблема. Ваш головной мозг не работает, чтобы вы суете в рот, что попало. Плачьте, Валерия. Нам это всем помогает. Ну что, хорошо. По воспитанию детей, да, Катя, это хорошая тема, я думаю, что я сниму бесплатную лекцию по этому вопросу. Давайте, вот примерно в таком темпе, только более рассудительно, подготовьте вопросы, посоветуйтесь там с друзьями. Нет, неправда. Невротики не становятся психами никогда. Абсолютно. Это совершенно разные проблемы, совершенно разного уровня. От невроза с ума не сходят. И с ума сойти от невроза нельзя. Как бы вам не было страшно, с ума вы не сойдете, шизофренией вы не получите. Хорошо, Борь, я понял. Пожалуйста. 29-го, 3 часа, я буду отвечать на вопросы, приводите друзей, родителей. Если хотите родителям показать меня и показать, что вы не симулируете, приходите. 3 часа, ссылка будет на главной странице сайта. Не надо ничего регистрироваться, просто заходите. Там имя свое, по-моему, надо только будет ввести. Она будет без пароля, комната. Будем отвечать на вал вопросов на любую тему. Пересматривайте сегодняшний вебинар. Я надеюсь, что вы сегодня получили какую-то дозу удовольствия, дозу упражнений, у кого этих упражнений не было, работу с мыслями, откуда они появляются. Не бойтесь мыслей, не сопротивляйтесь, не избегайте. Вперед, вперед, только вперед. Спасибо, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok